Субтитры создавал DimaTorzok Пройдемся немножко по особенностям, по архитектуре, по тому, как работать с базой, как в нее загружать данные, немножко так образно, как ее ставить, как ее мониторить, ну и поговорим немножко про то, с чем мы сталкивались и как мы это вылечили. Собственно, что такое GreenPlan? GreenPlan — это СУБД, которая в основе своей имеет Postgres 8.2.15 теоретически. Реально, это был Postgres 8.2.15, в который уже допилили очень-очень много всего из свежих версий Postgres. И JSON, и новые индексы, еще что-то, еще что-то, еще что-то, но не все. Он своеобразен, потому что он рассчитан на реальную аналитическую нагрузку, то есть никакого ЛТП на нем строить не надо. Ну, по крайней мере, он себя лучше чувствует в аналитике. Это MPP shared nothing, то есть все данные, данные между сегментами базы не дублируются, они зеркалируются, но это другой разговор. Но покажу структуру кластера, увидите, что это такое. Чем он замечательен? Архитектура позволяет при добавлении новых машин в кластер получить практически линейный перерост производительности, что очень хорошо, ну, для нас в том числе. Хорош тем, что он очень универсальный, поскольку это все-таки Postgres, то подключаться к нему можно из чего угодно. И для конечного клиента это Postgres. С оговорками, при там, у него немножко своеобразный DDL, но тем не менее, это Postgres. У него есть очень удобные и достаточно быстрые механизмы загрузки-выгрузки данных. Он грамотно данные раскладывает, им удобно пользоваться, его достаточно просто администрировать, поддерживать, и он очень хорошо интегрируется с, ну, ладно, просто хорошо интегрируется с софтом для бизнес-аналитики, ну, и, собственно, со всяким SaaS и прочими подобными вещами. Вот. Немножко про то, из чего он состоит, просто вот по терминам. В кластере клиенты подключаются к кластеру через мастер-инстанс. Ну, собственно, мастер — это основной инстанс Postgres, который живет на отдельной машине, он, по крайней мере, желательный. Он общается со всеми клиентами и со всеми сегментами кластера. То есть клиенты в общем случае напрямую к конкретному сегменту не лезут. Они лезут всегда через мастер, и мастер уже параллелит запросы, все делает замечательно и правильно. Собственно, есть secondary мастер, это просто его, как в Роклит называют, stand-by. Резервный мастер, между ними данные синхронизируются, но есть минус, что переключение в общем случае происходит только вручную. То есть, ну, никаких механизмов автоматизации из коробки нет, этого переключения. Но, правда, стоит отметить, что мастер ломается крайне редко. И сколько я тут работаю, наверное, почти год, я такого не видел. То есть его надо сознательно уронить. Сегменты падают, сервера падают, железо там, диски на сегментах умирают. Мастеру по барабану все. Вот, собственно, где лежат данные, это называется primary segment instance, он же сегмент. Это такой же instance Postgres, только если на мастере лежат фактически мета-данные всего и информация о том, где какой шарт, какой таблица лежит, то здесь лежат реальные данные. Каждый primary instance имеет свое зеркало, с которым они постоянно синхронизируются. И если primary instance умирает, зеркало быстро включается. В общем случае клиенты этого могут даже не заметить. То есть это достаточно прозрачно, достаточно быстро, достаточно надежно и, в общем, хорошо. Но есть одно но. Greenplan поддерживает только репликацию один к одному. То есть один primary, одно зеркало. Там, как, не знаю, в Hadoop сделать несколько зеркал нельзя. Ну это просто стоит учитывать. Собственно, как вот это все выглядит. Ну это не только у нас. Это такая, скажем, общая структура, что обычный клиент подключается через switch к мастеру. Ну либо там какой-то виртуальный айпишник, либо что-то такое. Мастер уже разбрасывает через интерконнекты, скидывает запрос вниз на сегменты. Сегменты возвращают данные. Мастер их собирает, обрабатывает, выплевывает назад. Если речь о каком-то специфическом софте, который хорошо умеет работать с Greenplan там, то возможно подключение прямо в интерконнект для, скажем, загрузки большого количества данных, для выгрузок, для еще чего-то такого. Как данные хранятся? Ну, как бы, это Postgres. Выглядит как Postgres, работает как Postgres, но это не Postgres. Основная, ну, как бы, таблицы точно так же, как в любом нормальном Postgres лежат в тейблспейсах. Единственный нюанс, что тейблспейс привязывается к файлспейсу, который, ну, то есть к пространству файловому, которое в данном случае набор папок на всех серверах кластера. Это, ну, как бы, это просто надо один раз понять. Дальше все, в общем, как у всех. Сделали файлспейс, сделали тейблспейс, привязанный к нему, сделали таблички, положили в этот тейблспейс, все замечательно. Между разными файлспейсами можно перемещать как непосредственно табличное пространство, вот так и временные файлы, и транзакционные файлы. Иногда бывает полезно, особенно если мы сейчас вот хотим так делать, часть, ну, один файлспейс сделать на более медленных дисках, но надежных, а один файлспейс сделать на быстрых дисках, и, собственно, на этом получить некий ощутимый прирост производительности. Как GreenPlan хранить данные? Каждая таблица в GreenPlan — это n плюс 1 таблиц на всех серверах кластера. n — это, соответственно, число сегментов, именно сегмент, то есть именно инстансов подгресса, primary. И, соответственно, на каждом сегменте хранится в общем случае 1 на n строк таблицы. А плюс 1 — это вот таблица на мастере, где хранятся фактически метод данные вот этого всего. Важное понятие для GreenPlan, ну, как и для любой, наверное, MPP-базы, это ключ распределения, это поле или набор полей, по которым GreenPlan раскладывает данные. Здесь есть очень большой нюанс. Нюанс идет от архитектуры. Она всем замечательна, но вот это ее, скажем, большое ограничение. GreenPlan всегда работает со скоростью самого медленного сегмента. То есть у вас стоят 5 серверов быстрых, один медленный, вы получите скорость медленного. Всегда. Быстрее вы не получите. Если только вы выкинете медленный, переложите по другому сегмент, и тогда у вас все будет резко быстрее, скорее всего. Это стоит учить. Почему я про это говорю вместе с ключом распределения? Потому что если таблицы, к которым обращаются запросы, разложены так, что запрос плохо параллелится, то вы просто получите перекос по нагрузке, и у вас там два сервера загнутся от нагрузки, а там условно еще два будут просто простаивать. Ну, в принципе, да, если коротко, да. Если мы добавляем новую ноду в кластер, то автоматически данные перераспределяются с учетом этой новой ноды? Или это как-то начинание дальше? Это автоматизированная операция. По кнопке или просто? Ну, по скрипту. Что происходит с кластером в тот момент, когда эти данные перераспределяются? Он лежит все это время? Нет, кластер в это время доступен, насколько я знаю. Может, у меня поправили? А в данной форме там какой-нибудь ад по нагрузке не происходит на всех серверах? Ну, смотря какая таблица, ну, по идее, нет. Если только у вас там... Если эта таблица не вся ваша база, то есть если она там не 100-500 терабайт, и вы ее поднимаете и резко перекладываете, ну, по сути, нет. В принципе, перекладывать данные вы можете и так в любой момент, изменяя ключ распределения. Это возможно. И все данные на всех сегментах резко поднимаются в память, и мастер их перераспределяет между сегментами и кладет. Это затратно. Это напряжно, но делается это обычно редко. Вот. По поводу добавления серверов в кластер мы на самом деле делали не так. Но у нас, правда, два гринплама, мы могли себе это позволить. Мы один разобрали, пересобрали, залили данные. Второй разобрали, добавили серверов, пересобрали, залили данные. Ну, в общем случае, по идее, механизм есть, скрипты есть. Продуктовые кластеры 24 сегмента плюс мастер и секондарь мастер. Я не помню. Ну, в общем, прилично. В смысле места или оперативки? Данных у нас порядка 30, наверное. Порядка 30 терабайт. На дисках, ну, насколько я понимаю, 60. А вот эти 24 сегмента, они такие сервера в кластер? Это 24 сервера, сегментов больше, сегментов 96. Я спросил про соотношение между оперативной памятью и... Оперативная память 192 гигабайта, диски у нас два раздела под 3 терабайта, под ними реально большим там рыб. То есть это не локальные диски? Это локальные рыбы. Вы знаете, в Postgres есть такой же нюанс. У вас один запрос физически, если мы возьмем один из из Postgres, один запрос может посадиться только на одно ядро, условно говоря. Я не уверен, правда, вот, насчет последних. Я же, к сожалению, не работаю с 8-2. С тем, что есть. Но один запрос употребляет одно ядро максимум, 100% одного ядра. У нас запросов можно гораздо больше. Ну, как бы аналитика аналитикой, но все-таки надо оставлять параллельность, надо оставлять запас. И плюс, на самом деле, есть рекомендации в EMC по поводу того, что на один сервер они рекомендуют, по-моему, от 4 до 8 праймари сегментов. Собственно, у нас 4 на проде и там типа 8 на древе. Надо просто просчитывать. Мало запросов, но тяжелых. Вам есть смысл сделать меньше сегментов на сервере? Если вы знаете, что у вас будет. Да нет, ну я просто спрашиваю. 32-го, это как бы сервак достаточно уже солидный. И как бы имеет ли смысл давать восьмикратную, ну, там, не восьмикратную получается, четырехкратную запас по ядрам. Да, в нашем случае. В нашем случае имеет. У нас нагрузка такая просто. Вот, ну и последнее. По поводу ключа распределения. Есть замечательное служебное поле GP-сегмент-ид. Оно служебное, оно есть в каждой таблице. Там просто номер сегментов, на котором хранится данная строка. И нюанс в том, что Greenplum не поддерживает апдейт полей, которые входят в ключ распределения. Собственно, данные Greenplum хранит… Ну, в Greenplum есть два вида таблицы. Это нормальные таблицы, которые хип-таблс. Они лежат построчно. В общем, нормальные таблицы Postgres. И есть append-optimized таблицы. Раньше это называлось append-only. С какого-то времени они там разрешили все-таки апдейтить и удалять. Они… В них можно выбирать тип хранения, насколько я помню. И они могут храниться как построчно, так и поколоночно. И в них можно выбирать сжатие. Но, соответственно, раз уж они append-optimized, они любят insert-ы. Они, собственно, больше ничего не любят. Они любят просто пакетную загрузку. Вот. Когда вы начинаете строить Greenplum, основное, что вам надо понять, это как правильно раскладывать данные. Помимо того, что… Как правильно построить сам кластер, это вам надо понять вашу нагрузку. Вам надо понять, как правильно раскладывать данные. Здесь уже надо понимать какую-то модель или кто что будет запрашивать и т.д. и т.п. Потому что вы рискуете получить то, что называется data skill. Это вот как раз кривое распределение данных. Это вам даст кривую нагрузку на кластер, и максимальную производительность вы не получите. Собственно, понять, как секционироваться. Как правило, это актуальный вопрос для хранилища, поскольку данных много. Greenplum хорош тем, что можно секции не только по-разному сжимать, но и по-разному хранить. То есть может быть секция, которая хранится построчно, может быть секция в той же таблице, которая хранится поколоночно. И плюс можно разные секции раскладывать по разным файлспейсам, что может быть полезно, если у вас часть дисков быстрая, часть медленная. Закинули актуальные данные на быстрые диски, радуемся жизни. Закинули архивные данные на медленные, но дешевые и надежные диски, но опять же тоже радуемся. Вот, ну остальное тоже как у всех. Здесь кратко, чем, собственно, основные отличия ключа распределения от обычного, первичного ключа. В постгрессе нормального человека такое понятие, как ключ распределения, отсутствует. В Greenplum оно есть, и, собственно, если правила реки это логическое ограничение, это ограничение уникальности, и т.д., и т.п., и пятое, и десятое, то здесь это distribution key касается только хранения, больше ничего. Для Greenplum ключ распределения обязательен, собственно, маленький пример. Если вы его не задаете, то Greenplum использует по умолчанию первый столбец вашей таблицы как ключ распределения. И это не всегда хорошо, если у вас в первом столбце или куча повторов, но еще я попозже покажу. По количеству полей есть некие ограничения, хотя мы в них, насколько я знаю, никогда не упирались, но они, в принципе, есть. Задается он при создании таблицы, в принципе, его можно потом поменять, но, опять же, поменять его можно ценой поднятия всех данных из диска в память, переворошения и раскладывания назад. Значения первичного ключа могут быть не уникальными, он может быть пустой, может не определять однозначную строчку, но нюанс в том, что так же, как и первичный ключ, значения полей, входящих в первичный ключ, нельзя изменять. Вот здесь написано, актуален только для GreenPlan, на самом деле, конечно, не совсем, он актуален для всех подобных решений, просто он везде по-разному зовется. Ну и, опять же, подбирается для максимального быстродействия, оптимального хранения. Вот. Как это выглядит на практике? Делаем таблицку, которую распределяем по единственному полю и генерим в нее это самое, закладываем все одинаковые совершенно значения. Вру, набрав. Закладываем в нее значения от 1 до 20. Вот этот запрос с groupby по gp-segment-id по служебному полю нам покажет, что у нас все данные лежат на разных сегментах. В принципе, мы разложили таблицу достаточно ровно. Если мы вставим значения вот так вот, все они будут одинаковые, при этом таблица та же самая, и ключ распределения у нас это же поле, то мы увидим, что все строки этой таблицы легли на один сегмент. То есть мы получили вот тот самый перекос. И, соответственно, при любом запросе к этой таблице у нас нагружается только 42-й сегмент и сервер, на котором он. Остальные все ничего не делают. Можно еще раз вопрос? Да, конечно. Если вот у меня идут связанные таблицы, и одна у меня по distributed key разложилась ровненько, связанные таблицы, ну, справочник какой-то, не знаю, хостоп, он, по идее, будет для каждого сегмента почти полностью свой. Greenplum просто скопирует на каждый сегмент по своему справочнику или положит его на мастер, что в этом случае будет? Вопрос, как его справочник? У меня есть, например, не знаю, 10 тысяч записей, там, какого-нибудь события по хостам. Хостов всего 20. Записи 10 тысяч распределились на 4 сегмента. Лежит по 2,5 тысячи записей. Но для каждого, получается, Greenplum вот эти 20 хостов, он что, табличку скопирует? Если я ему скажу, там, Greenplum, возьми мне события, left join хосты и выведи это все. Где хосты будут лежать? Где хосты? Нет, сейчас еще раз. У меня есть табличка событий каких-то. Я понимаю. Связанная табличка хостов. Хорошо. Всего 2. Событий много. События разложились. Хосты где? Есть два вопроса. Как Greenplum, как-то хосты лежат в разновой, как вы сказали, да, они как-то лежат. Как Greenplum положил, как-то включить, если таблица распределилась, если вы пытаетесь жонить таблицу с таблицей не по ключу распределения, при этом вопросе, да, случается? Жонь таблицы не по ключу распределения. Да, да, да. Есть два варианта. Redistribute и broadcast. Redistribute, например, Greenplum просто берет эту табличку и ее делает, ее redistribute на основе этого поля, по которому выполняет джон. То есть, по сути... на ходу поднимает и перекладывает. Ну, не на дисках, только в память. Принудительно заставить сделать это? Ну, простыми средствами. Ну, то есть, это получается... По-моему, параметрами какими-то можно. Может быть, неоптимальный. На самом деле, оптимальный будет работать с cross-motion, потому что данные будут автоматически сразу протягиваться. Это зависит от размера таблички маленькой. Если в джоннице две таблички, большую и маленькую, и маленькую, вот прокраситься, ничего одного похожа нет. Это, наоборот, оптимальный быстрый. Спасибо. Вот, ну, собственно, еще два примера из серии «Как делать не надо». В первом случае, таблица, в которой есть некие данные и есть пол человека, привязанный к этим данным, раскладывать такую таблицу по полу, ну, нехорошо, потому что она вяжет вот так, и получите вы тот же самый перекос. Если у вас есть таблицы, которые вроде бы с одной стороны хорошо распределить по каким-то датам, то здесь надо внимательно смотреть, какие запросы вы будете к этим таблицам делать. Потому что если, скажем, вы раскладываете таблицу по датам, а у вас очень часто возникают запросы только там к последнему месяцу, то вы рискуете получить вот такую вещь. У вас будет на каком-то сегменте большой перекос по нагрузке и сеть, и диск, и процессы. Ну, и, соответственно, и память, и все, что хотите. Вот. Ну, опять же, наверное, там почти последнее распределение. Что хорошо? Хорошо, когда... В общем случае хорошо, когда таблица разложена достаточно ровно по всем сегментам базы. Ну, естественно, хорошо определить некую общую политику, как это правильно делать и соблюдать ее. Достаточно хорошо использовать уникальные ключи, если вы их, в принципе, используете. Если ключ распределения не задан, надо помнить, что используется, скорее всего, первое поле. По поводу... Если у вас данные, которые, на первый взгляд, непонятно, как распределить, их можно распределить... Есть такой distributed randomly, то есть Greenplan сам как-то их разложит. К тому же надо будет просто смотреть, к чему это приведет. Но этот механизм есть. Чего делать не надо и нежелательно? Создавать какие-то отдельные столбцы, отдельные счетчики только для того, чтобы положить данные? Лучше пересмотрите свою логику, пересмотрите структуру таблицы или что-нибудь придумайте. Распределять таблицы по полям, которые никогда не используются в джойнах. Тоже не надо, это никого смысла не имеет, потому что получите большую нагрузку. Распределять таблицу по булевым полям или их каким-то аналогам. Это вот то, что я в прошлом примере показывал. Ну, распределять таблицу по полям с плавающей точкой, ну, тоже не надо. Ну, и дистрибьютор трендумблей, конечно, можно использовать, но надо 10 раз подумать. Надо аккуратно со всем этим. Вот. Собственно, еще раз про резервирование. Резервируется мастер, он резервируется на репликации логов. Правда, ну, насколько я понял, это не та же самая репликация, которая в Postgres'е синхронит валлоги. Она какая-то своя, своим агентом выполняется. Еще раз скажу, что автоматическое переключение мастера, автоматическая активация стендбая не поддерживается, но, по сути, делается это вот так. Это быстро и достаточно просто. Если немножко на себя принять рисков, это можно автоматизировать, но, в общем, случае не надо, потому что это, опять же, крайне редко происходит. Теперь по поводу сегментов и их распределения по серверам. В теории Greenplum поддерживает распределение любое, какое вы захотите, потому что вы можете ему скормить карту сегментов, сказать, разложи мне этот сегмент сюда, зеркало сюда, это сюда, это сюда, и вот так. Он скажет, все хорошо. Если карта составлена корректно, то, пожалуйста. Корректно в смысле в ней есть все праймари сегменты, все зеркала, и все просто указано. Где лежит, ему все равно. Хоть вы положите сюда все праймари, сюда все зеркала, а здесь вообще ничего не будет. Ну, в принципе, это возможно. По умолчанию, ну, как бы традиционная более-менее схема это положить все зеркала одного сервера на другой. минус в том, что при умирании одного хоста у вас на второй хост, на тот, где лежат, ну, точнее, вот на этот хост, на тот, где лежат его зеркала, нагрузка возрастает ровно вдвое, и вы очень сильно рискуете. Плюс в том, что, ну, это достаточно просто. есть, вот это примерно называется спред. Мы, в общем, похожие вещи делаем. Вы берете кластер, делите сервера на группы и распределяете зеркала внутри группы. То есть, скажем, три зеркала праймари инстансов первой машины лежат на втором, третьем и четвертом. Если умирает эта машина, то нагрузка на все эти три машины возрастает, но не в два раза. Ну, а, соответственно, там на 30%. В этом плане достаточно все надежно. И плюс, если вы так распределяетесь по группам, то ваша база переживет падение одного сервера в каждой группе. Скажем, если у вас там, ну, как у нас, 24 сервера, то вы переживаете падение сколько там, шести, пяти машин. Ну, где-то так. Пять машин потерять, это надо умудриться. Либо надо иметь очень плохое железо, либо плохих пользователей. Вот. Теперь, наверное, немножко про загрузку данных в GreenPlan и как с этим жить. GreenPlan все-таки система для аналитики, для операции с довольно большим количеством данных. И очень хорошо используются в GreenPlan внешние таблицы. Они, в общем-то, такие же, как в Postgres, наверное. Только есть нюанс в том, что есть такая штуковина, как GPF-GIST. Это дело ставится на машину, с которой вы хотите забирать данные или на которую вы хотите писать данные. И штука в том, что он работает, он кидает данные напрямую на сегменты. Это получается нам достаточно быстро и, в общем, достаточно удобно. То есть вот так вот вы его запускаете. Собственно, даете ему минус D папку, с которой работать, порт, к которому подключаться, и все. Создаете внешнюю табличку. Ну, в данном случае это WebTable. Ну, по-моему, что-то так и делается. Ну, да. Ну, создаете таблицу, даете ей хост, порт и файлики. Файлики, соответственно, могут быть с вайлкардами, со всем чем хотите, и забираете. Забираете или кладете, или что хотите, делаете. Дальше работаете как с нормальной таблицей. Вот. Помимо этого поддерживаются также внешние таблицы, которые лежат в Hadoop. И Greenplan, вроде как, достаточно хорошо работает с Hadoop. Причем сегменты связываются напрямую с дата-нодами. Есть внутри Greenplan реализован такой протокол GPHDFS. Ну, а дальше, как бы, ничего особо сложного нет. Это вот, вкратце, настройка. У вас есть хвостик на Hadoop? Есть. Вы используете такие таблицы? Да. Да. Ну, вот, как бы, настройка, картинка. И создание там внешней таблицы. Вот. По поводу того, как с этим всем жить. Опять же, повторюсь, это Postgres и не Postgres. Нюанс в чем? Если вы делаете какие-то запросы, ну, в смысле, какой-то DML, вы можете использовать все, что хотите. То есть, ну, абсолютно все. Вы можете взять ODBC или JDBC драйвер обычного Postgresа. По-моему, 9.2 мы пробовали, даже 9.4, кажется, пробовали. Подсунуть его любой своей софтине, которая работает с базой, или там, питону, или любым своим скриптам, и все. И ваша программа не будет знать, что это такое. Она будет знать, что это вот Postgres. А вот список того, чтобы портировал с девятки, ну, там, 9.0+, на восьмерку, на которой GreenPlan работает, можно где-то посмотреть? Что нельзя использовать? Или только похоронку руку? Теоретически, наверное, да. Но у нас у них нет. Вам этот вопрос лучше задать Александру, который будет читать крайний доклад сегодня. Я думаю, что он расскажет. Спасибо. Вот. Нюансы начинаются в тот момент, когда вы хотите, собственно, DDL-и какие-то писать, делать, там, функции писать и вообще. PSQL замечательно все понимает. Ему он понял, что там какой-то Postgres, и хорошо. И любой DDL GreenPlan, включая вот такие вещи, append-only, включая distributed-by и прочие радости, он понимает и адекватно реагирует. PG-админ тоже на все адекватно реагирует, на удивление. Хотя ругается, что, ой, это Postgres 8.2, ну, какой-то свежий PG-админ ругается, что, ой, это Postgres 8.2, а я могу работать только с Postgres 8.4 и выше. Ну, на самом деле, его никто не слушает, и все нормально, это из него скриншот. Есть такая штуковина, Agenity Workbench for GreenPlan. Она, в принципе, всем хороша и удобна, но оказалось, что у нее есть очень большие нюансы при, скажем, компиляции хранимых процедур. Она не очень адекватно воспринимает обычный постgresовый, казалось бы, синтаксис. Есть еще вот такая штука, которая мне страшно нравится, но с ней очень тяжело работать с GreenPlan. Это DataGrip. Она, как и многие, покажет вам, скажем, вот из всего вот этого DDL, покажет вот так, как обычную таблицу Postgres. И вот делать, что хотите, и вы никогда не узнаете, что там. Она просто этого не поймет, она этого не видит. Но в остальном она замечательная. Ну, в смысле, она нормально работает, все как бы длиниует Postgres. Вот. По поводу того, как с этим, опять же, жить. У нас достаточно, ну, благо у нас это все дело давно работает, достаточно много вещей, которые, насколько я знаю, в Postgres'ах современных автоматизированы. У нас это дело идет нашими какими-то скриптами по крону или еще каким-то там образом. Собственно, это вакуум, как обычных таблиц, так и каталожных таблиц. Это сбор статистики, это проверка свободного места. И вот здесь есть нюанс, про который надо сказать. Если у вас на диске остается, скажем, ну, у нас, примерно, там, мы считаем, 10% места, то это уже достаточно критично, потому что если какой-нибудь добрый человек сопустит адский запрос, генеряющий кучу временных файлов на диске, и съест свободное место, база просто ляжет. В смысле, не просто ляжет недоступно, а просто упадет, и вы ее замучите потом поднимать. Так что здесь надо аккуратно со всем этим жить. Собственно, у нас помимо… У нас с GreenPly работает SAS. У нас временные схемы SAS лежат в GreenPly. Также надо аккуратно обращаться с пилами. С пилами — это вот временные файлы, которые на диск ложатся. И периодически репартиционировать таблицы. Ну, в нашем случае, по крайней мере, надо, чтобы там какие-то данные переводить в архивные партиции сжимать, ну, как бы, это у всех так. И плюс у нас еще используется синхронизация с AD по LDAP-у. И POSGIS это очень хорошо поддерживает. И она нам помогла сделать так, чтобы у нас было поменьше работы. Вот. Собственно, некие основные такие параметры. Мы, кстати, даже не все из них подстраивали под себя. Но здесь стоит упомянуть вот про вот эти вещи, про разные join и nested loop. Нам пришлось немножко поиграться. И порадовало то, что они настраиваются как для всей базы, так и для отдельных пользователей. И, собственно, вот это вот дело — это распределение памяти, с которым тоже пришлось повозиться, чтобы это все настроить. Можно вопрос? А вот про распределение памяти — это настройки чего? Настройки запуска? Это настройки, нет, но это настройки уже работы, база. А база настраивается как? Это на мастере настраивается, в pg-config или на сегментах? Есть разные параметры. Это все надо в пануале читать. Там что-то настраивается только для мастера, но в основном для всех. Зависит от параметра. Но в основном gp-config запускается на мастере с ключом установить такой-то параметр на мастере такта, на сегментах такта. А есть какая-то типа вот как пагатьюна для агрейплана, чтобы как-то оптимально настроить, как баз грейси-то? Насколько я знаю, так и урон. Как говоря, вы когда базу в первый раз поднимаете, можно сказать, что для общего пага она у вас уже оптимальна. Ну, в общем, да. А, то есть можно не пать. Ну да, то есть первоначальные настройки, оно не требует никакой. Оно работает и вроде хорошо. Единственное, вот этот параметр, желательно все-таки под себя подбирать, это количество оперативной памяти, выделяемой на каждый сегмент. Вот, сейчас я уже постараюсь закончить. Ну, вкратце, какие-то основные такие этапы, как это дело ставится. Ставится оно, на самом деле, достаточно быстро и достаточно просто. Мы держим все это на XFS. Ну, это, собственно, одна из рекомендаций EMC. Там все параметры, все можно в мануалах почитать. Ядро немножко подстраивается, ставится PSSH, ставится Greenplum на мастер. Потом создается файлик с пересчислением всех интерфейсов, всех серверов. Создается карта сегментов. Сейчас покажу, как она выглядит. Вот такой замечательный штуковинный GPSSH-эскиз пробрасывается. Закрытые ключи на все машины, чтобы SSH корректно работал, параллельный. GPS-эк-инсталл — это штуковина, которая ставит установленный вами вот сюда Greenplum на мастере, раскидывает по сегментам. Сортите файлик, который есть в дистрибутии, и запускайте. И совершенно не заморачивайтесь. И все, дальше как бы по SQL, и у вас есть рабочий Greenplum. Обязательно будет? Ну, нет. Это так. Я не слышал. Да. Вот. Собственно, карта сегментов, как она выглядит, на самом деле нигде, по-моему, про нее не написано. Но, тем не менее, смысл примерно такой, что вы записываете сервер, порт, папку, сегмент, DBID, они отличаются, ну, то есть ID-шник внутренний этого сегмента, а 4100 — это порт для синхронизации зеркал. И, собственно, дальше рисуете такой же массив по зеркалам. И вот это дело вы можете скормить, нарисовав там любую конфигурацию, какие хотите. Можете скормить установщику, и пожалуйста. Ну, дальше как бы создается база данных, так же, как, наверное, в Postgres. Вот это уже наш нюанс. Дело в том, что у нас очень много… Дима потом расскажет, что у нас очень много операций… Очень много DDL, очень много пересоздания таблиц. А при каждом DDL вот эта вот замечательная функция вызывается, и у нас она очень сильно замедлила работу, так что нам пришлось немножко сделать то, что делать не надо. Как это все мониторить? Это уже самый-самый-самый конец. Есть Greenplan Command Center. Вроде бы хороший, вроде бы замечательный, но мы им не пользуемся, потому что нам нужна некая специфика. Он вам показывает и нагрузку, и сеть, и все, что хотите. В общем, довольно неплохо работает. Но у нас мониторинг сделан чуть по-другому. Может, кто-нибудь читал? Вот Дима Павлов писал статью про это дело на Хабре даже. У нас есть некие свои скрипты плюс Diamond и… Ну и, собственно, все. И плюс Diamond, которые нам выдают метрики, которые мы отправляем в графит. Из графита мы метрики… Строим красивые графики в графане, наблюдаем, как все это выглядит. Мы там мониторим нагрузку на процессор, быстродействие сети, ИО на дисках. Ну, в общем-то, все. А, ну и свободное место, соответственно. Вот. Плюс, поскольку мы все это дело используем, мы еще строим там графики по CDC. Это потом тоже покажем, о чем речь. И, в общем-то, графаны очень клевая штука. Ну, посмотрите статью, там как-то поподробнее про все это есть. Да, а в конце просто все эти данные мы складываем в каббет. Каббет – штуковина, которая подключается к, в нашем случае, графиту, может использовать какие-то функции графита и, собственно, показывает нам вот такие кратенькие светофорчики. Если что-то не так, может оповещать по почте, там по телефону, как хотите. Ну и вот, вот как бы пример проверок, которые там есть. Вот. И вот совсем кратко, я про него, честно сказать, ничего не знаю. Есть такая штука, как Hawk. Раньше это был Pivotal Hawk, сейчас он, насколько я понимаю, Apache Hawk. Это гринплан на Hadoop, который снаружи выглядит для клиента, опять же, как гринплан, то есть как Postgres, а внутри использует Moopredews и все прочие радости Hadoop. Вот. Ну, собственно, я вроде бы все рассказал, что хотел, извините, что так долго. Если есть вопросы, какие-то… Вы говорили, что есть зеркало и мастер, соответственно. Репликация между зеркалом и мастером как настроена? Синхрон или осинхрон? То есть как гринплан работает, я просто не знаю. Насколько я понимаю, между праймариями и зеркалом. Отдельно про сегменты, отдельно про мастер, вопрос. К сожалению, это именно сама репликация, она, можно сказать, что протоитарная. То есть сейчас, наверное, там можно залезть, когда происходит, честно говоря. Ну, я не заморачивался, честно. Нет, ну, то есть как бы что произойдет при падении, допустим, мастера, ну, или сегмента мастера, соответственно, если она не синхронная, то, соответственно, часть данных… Нет, насколько я понимаю, она синхронная, потому что при падении праймария зеркало цепляется. Хотя нет, зеркало цепляется не сразу. Какое препятствие вы говорите? Мастер-мастер или сегменты его зеркала? Сегменты его зеркала, же правильно. Ну, мы храним данные, забиваем на сегменты какую-то таплицу. То есть сегмент падает, восстанавливаемся на зеркало, и, соответственно, там все будет? Нет потерь данных, да? Ну, мы не сталкивались, на самом деле. Закомиченные они не должны, то есть если вы не получили, чтобы была транзакция закомичена, соответственно, все нормально. Получается, закомиченные данные все. Спасибо. Есть в Greenpline замечательная штуковина GP Recover Sec. Она, в общем-то... Да что такое, где мышка-то? Запускаем, ждем, пока данные отсинкронизируются, радуемся жизнью. В общем случае, если все нормально. Если не упал сегмент и его зеркало одновременно. Если база не совсем упала, то да, восстанавливаем все зеркало и не заморачиваемся. Это практически всегда нормально работает. Единственное, конечно, это замедляет базу действующую, но это понятно. Такой вопрос. А вы сказали, что когда там место заканчивалось, что какие-то были танцы с губнами, чтобы восстановить базу. Что под этим подразумевалось? То есть это не сводилось к... Не всегда. Если заканчивается место на каком-то конкретном сервере, то он ляжет. Ляжет все, что лежит на нем. Ну хорошо. Мы там каким-то образом волшебным вычстили место, запустили рекавер, рекавер разложит данные обратно, и все будет хорошо. Если упало, скажем, два сервера в одной группе, мы бы теряли базу фактически. Ну, как бы точно так же, как если бы они просто умерли. А восстановить их потом с... С бэкап. А при помощи какой-то утилиты? Тоже утилиты своей. Это будет второй, да? Вот который будет... Да, прямо сейчас. Как настроить дизастер-рекавери для Greenplum, где теоретически его нигде не создано? Вообще, что такое дизастер-рекавери? Если вдуматься просто по логике, просто своими словами, это комплекс мероприятий, необходимых для восстановления работы IT-системы после программного, аппаратного или человеческого сбоя. Также можно немножко расширить, включить в понятие дизастер-рекавери еще и понятие high-fability. В нашем случае это очень важно. Это возможность продолжать на время сбоя продолжать предоставление сервиса клиентам. В нашем случае это было очень важно, поэтому, когда мы впервые задумались о дизастер-рекавери, первым требованием для него было именно продолжение обслуживания наших бизнес-клиентов. Бизнес-клиенты у нас — это немножко вперед-забегу, это подчетность, это аналитики персонально лично, они могут сами писать запросы в Grimplam, научились, по крайней мере. Это частично веб-сервисы некоторые получают данные из Grimplam. Вот всех этих клиентов необходимо было продолжать обслуживать в случае, если в один дата-центр, не знаю, устроился пожар или что-то в этом роде. В общем, дата-центр был недоступен. Также в дизастер-рекавери входит понятие, восстановление контура СУБД после его физического восстановления. То есть контур… дата-центр сгорел, мы отстроили заново там еще один дата-центр, поставили до стойки, загрузили сервера, нужно откуда-то взять данные. Соответственно, это некие бэкапы или что-то в этом роде. Еще один кейс — это восстановление только части данных. Очень частый кейс, когда аналитик или кто-то еще, или при релизе, или при каком-то другом процессе, затрагивающем продуктовую среду, мы теряем только часть данных. Например, таблицу или часть данных в одной таблице, например, или получаем поврежденные данные в таблице. Нам необходимо суметь восстановить таблицу, одну, не трогая остальную базу, ну, короче, привести ее на какой-то момент прошедшего времени. Еще один кейс, который мы хотели тоже затронуть этим решением, это вынести часть нагрузки на резервный контур, чтобы как бы физически по нагрузке мы подходили уже к пику, наши диски сыпались уже достаточно активно, там минимум диск один в неделю, практически всегда график утилизации был на 100% забит, и мы понимали, что либо мы расширяем контур вдвое, либо мы строим еще один контур. Вот тогда мы как раз и задумались, что лучше. Ну и, наконец, еще есть такой очень важный кейс. Если вы сделали бэкап, это еще не значит, что вы сделали бэкап. Сделали бэкап, если вы его сделали и проверили, что он восстанавливается, потому что, к сожалению, ну, наверное, все через это так или иначе проходили, что если его сделать и рассчитывать, что ну, когда понадобится, тогда я попробую восстановить, выясняется, что нифига не работает так, не можете установить. Вот, поэтому бэкапы нужно проверять. Желательно регламентно, желательно каждый. Но это, конечно, в идеальном мире. Это наша архитектура нашего хранилища на тот момент, когда мы пришли к сознанию… Да, очень грустно. К осознанию того, что нам нужен дизастер-рекавери. Тогда у нас был SAS, который с помощью ELT-процессов работал с данными в гримпламе. То есть данные в гримплам грузились из источников, из внутренних источников банка, чаще это Oracle системы, самим же SAS. Затем в гримпламе SAS с помощью продукта такого SAS Access for Greenplum они преобразовывались, то есть данные не вытягивались из гримплама в SAS. SAS умело ими ворочать напрямую в гримпламе. И к этому же контуру обращались наши клиенты, которые часто жаловались нам на то, что, в общем, контур нагружен и работать невозможно. Вот. Тогда же нам пришло осознание, что если мы поставим рядом еще один контур гримплама, для надежности разместим его на другом конце Москвы, настроим репликацию данных из первого контура во второй и параллельно будем складывать эти бэкапы куда-то на отдаленное хранилище для того, чтобы потом из них можно было восстановиться, мы сможем переключить наших пользователей на второй контур и, в общем-то, все будут счастливы, потому что оба контура будут нагружены лишь наполовину, пользователи смогут работать, диски перестанут гореть. Что нам предлагает сам гримплам и его вендор для решения такой задачи? Это несколько утилит. Первый утилит — это GDP-трансфер. Это, по сути, disaster recovery от вендора, некий такой упрощенный утилит. Просто копирует набор данных или данные с одного контура на другой. Вы указываете, возьми эту табличку, переложи с этого гримплама на этот гримплам. Какие есть нюансы? Во-первых, эта утилита не создает бэкапы по мере своей работы. Она просто перетягивает объекты из одной базы в другую. Во-вторых, как вот Дмитрий вам рассказывал, у гримплам есть внутренне обособленная сеть Interconnect. И в общем случае гримплам смотрит наружу к клиентам только мастерам. Если мы говорим об обычных клиентах, аналитиках, отчетности и прочих, пользователях, грубо говоря. Так вот, утилита GDP-трансфер, она требует, чтобы все сегменты первого контура гримплам имели связанность по сети со всеми сегментами второго контура по гримплам. У нас было достаточно жесткое ограничение на тот момент, к которому мы отказались от этой утилиты. Ну и в том числе из-за того, что она не делает бэкапы. Пришлось бы еще дополнительно бэкапить данные. Есть утилиты GP-Dump, GP-Restore. По сути, это обертки над постгрессовыми утилитами Pg-Dump, Pg-Restore. Могу насчет постгресса ошибаться. Я знаю, что они там есть, но конкретно с ними я много не работал, к сожалению. GP-Dump, соответственно, бэкапит некий объект в набор файлов. Как это происходит физически? Поднимается процесс GP-Dump на мастере, который говорит каждому сегменту. Берешь вот этот объект у себя и бэкапишь в такой-то файл. Таким образом, каждый сегмент создает у себя локально в той территории, которую вы указали, файл со своим куском данных. Файл — это, по сути, SQL-стейтмент с набором данных, с метаданами, который может быть заархивирован. GP-Dump, соответственно, просто его разгзипливает и применяет на каждом сегменте. Есть также нюанс еще небольшой. Вот Дмитрий тоже упомянул очень коротко. В Grimplame, в его структуре каждый сегмент имеет два уникальных ID-шника. Точнее, не обязательно уникальных, но ID-шника. Это DBID и это контент. DBID — это условный номер инстанса Grimplame. То есть у каждого primary, у каждого мастера свой DBID. Например, у вас 4 primary и 4 зеркала сегмента. У вас DBID будет от 0 до 7. Контент, извиняюсь, от 0 до 3 и от 0 до 3 у зеркал. Вот это как раз и есть разница в контенте и в DBID. Контент — это уникальный ID-шник части данных некой. То есть он уникален для каждой части данных. То есть у одного и того же мастера и у primary контент будет один. Я все перепутал, да? Да. Ладно, мы к этому еще вернемся. Короче говоря, JP-Dump просто бэкапит табличку. JP-Restore ее восстанавливает. Просто, надежно, никакой обвязки, куча файлов, ничего не понятно. Все файлы хранятся локально на каждом сервере. Если вы хотите бэкапить их в какое-то одно место, вам нужно монтировать на каждом сервере в одну и ту же директорию какое-то одно устройство. В общем, непонятно. Но тогда мы задумывались об этом. Также есть решение Data Domain Boost. Это решение от вендора. Я думаю, что также лучше с Александром будет поговорить. Александр — это представитель вендора как раз сегодня. Вот он нам расскажет потом про roadmap. Мы его, честно говоря, даже не рассматривали. Каким-то причинам не могу сейчас сказать. И есть еще две утилиты — GP-Chrome-Dump, GP-Dump Restore. Это наш дизастер-рекавери для бедных. Если у вас не так много требований, как у нас, не такие злые пользователи, можно спокойно с помощью GP-Chrome-Dump делать бэкап в конкретное место, в конкретной папке с одним файлом. Никаких проблем с ним нет. Единственное, что появился он только, по-моему, начиная с одной из предпоследних версий прям-пламы. Я могу ошибаться. Ну, какая вообще появилась мысль первая? Как нам организовать дизастер-рекавери? Все просто. Берем NFS-хранилище, ну, какую-то систему хранения данных, SHD, стойку или полку дисковую, или даже сервер просто. По NFS монтируем каждому сегменту. Говорим, дам нам эту таблицу, вот в эту папочку. Он, честно, на каждом сегменте начинает сливать данные в одну и ту же директорию. На каждом сегменте это SHD подключено к этой директории. Вот. Файлы бэкапа у нас оказываются на этой SHD. Мы ее ласково назовем хранила. И затем еще один процесс — восстанавливать данные на другой контур. Все, казалось бы, хорошо, все должно работать. Но когда мы попробовали так сделать, SHD мы сломали примерно через дня три, наверное. То есть она сложилась. Сложился NFS конкретно. В чем дело? Дело в том, что число серверов не равно числу сегментов. И число сегментов обычно достаточно велико. В нашем случае 96. Если мы хотим бэкапить один объект, мы создаем 96 потоков записи на то место, куда мы собрались его бэкапить. Если мы хотим бэкапить три объекта одновременно, три таблицы в параллеле, уже 288 потоков, к этому добавляется чтение. Плюс мы хотели минимум пять таблиц бэкапить в параллеле. Собственно, когда мы пытались забэкапить, по-моему, три, она и сложилась. Еще очень важный момент. Гринплан очень чувствителен к тому месту, куда вы кладете бэкапы. Если в процессе бэкапа, в процессе дампа таблицы у вас это место по какой-то причине становится недоступным, он не может туда записать, там, меняются права на лету, например, да. Ну, при старте бэкапа он проверяет, что да, есть права на запись. Например, вы на лету, вот делается бэкап, вы заходите на сегмент и меняете права на папку, чтобы он не мог туда писать. База виснет, к сожалению. Ну, 95% что она зависнет. Мы с этим столкнулись, так как мы хотели бэкапить или историть постоянно. Тоже от этого пришлось отказаться, потому что 24, а по факту 48 точек монтирования с учетом двух контуров, это просто достаточно большая вероятность того, что одна из точек монтирования отвалится. Ну и последнее, то, что мы храним бэкапы только в одном месте, только на одной площадке, на одной из HD, которая расположена в одном дата-центре. Если мы потеряем один дата-центр, который мы, собственно, и бэкапили, то зачем было его бэкапить? Вот. Ну да, нам пришлось забэкапить бэкапы. Вот это вторая схема, которая, собственно, и получила путевку жизнь в дальнейшем. Суть ее в чем? Суть ее в том, что бэкапим данные мы не на какую-то SHD, а бэкапим мы их на те же диски, на которых расположена база. Это была первая додумка, которая нас посетила. Дело в чем? Если по какой-то причине мы теряем локальный диск, мы в любом случае теряем этот сервер, потому что мы теряем тот инстанс базы, который на нем расположен, потому что инстанс хранит на нем данные. Соответственно, бэкапить туда данные можно, не боясь того, что это место отмонтируется. Кроме того, таким образом мы создаем всего лишь n потоков записи на каждый диск, где n — это число сегментов на сервере. Это достаточно немного, тем более, что мы планировали расширять кластер. Расширение кластера физически при том же числе сегментов означало меньшее число сегментов на сервере. Соответственно, потоков записи на локальный диск получалось на один не так уж и много. Затем вторым шагом каким-то образом эти данные переезжали на локальный диск такого же сегмента по братиму во втором контуре. ССП, РСИНК, все что угодно можно использовать, хоть почтой условно. И затем ресторивались локальных дисков на сегменты кластера приемника. В случае, если рестор прошел успешно, мы складывали бэкапы на СХД постоянную, где они лежали, хранились, ждали своего часа. И для того, чтобы получить их на второй площадке, мы использовали еще отдельную постоянную репликацию одной из ХД на другую. У нас это сделано с помощью РСИНКа. В принципе, можно любое другое коммерческое решение, например, использовать. Но это не столь важно. Да? А при такой схеме, если, например, одна из СТП операций запасная, и, например, у нас не получится на ресторе… Я понимаю, да. Я понимаю, о чем вы говорите. Во-первых, каждый процесс, собственно, это же не просто СЦП, а в конечном счете нам пришлось написать целую обвязку вокруг нее. И вот эта обвязка, она проверяет параллельно на всех сегментах, что СЦП завершился успешно. Это первое. Второе, очень гибко можно… Ну, это чуть вперед только забегаю. Второе, можно достаточно гибко настроить реакцию нападения рестора. Например, можно парсить ошибку, как мы делаем, возникающую при ресторе. И в случае, если это связано с тем, что, ну, очевидно, какого-то куска данных нету, да, например, можно еще раз попытаться запустить перенос. И если тогда упадем еще раз, то тогда пора куда-нибудь звонить кому-нибудь, потому что очевидно, что данных нету и на контуре источники. В этом тоже чуть попозже расскажу. Такие случаи бывают. Ага. Вот. Чем такая схема устроила? Что СХД может быть любой файлопомойкой вообще, самой дешевой. Единственное, что их нужно две. Это уже в минусы. Я забегаю вперед. Бэкапы делаются на устройства, которые заведомо мы считаем надежными, которые представляют собой интерпрайз-диски. Кроме того, на этих дисках крутится сама база. Соответственно, риск того, что мы… что место, куда мы бэкапим, отмонтируется во время бэкапа, но этот риск минимален. Ну и еще один плюс — это того, что бэкапы мы теперь имеем на обеих площадках, и мы абсолютно самодостаточны при выходе одного дата-центра из строя. Да, насчет минусов. Еще один очень критичный минус. Как я говорил, так как файлы базы лежат в том числе на этом диске, запись на этот диск аффектит производительность базы. Да, это минус. С ним надо считаться. Такая схема. Затем, как все это было реализовано? Был написан сас-демон, у которого есть своя небольшая рокловая база. Это disaster recovery server, который был постоянно запущен. Тоже опять немножко забегу вперед. В основном объекты в гримпламе у нас строятся с помощью сас-джобов. Сас-джоб — это некоторая последовательность операции, которая в конечном счете сводится к SQL-стейтментам, которая выполняется в гримпламе. После завершения джоба мы считаем, что его выходная таблица построена. То есть результатом завершения сас-джоба является перестроение одной из таблиц гримпламе. Либо добавление той записи, либо полный реплейс таблицы. Соответственно, сас-джоб после своей отработки в первую очередь ставит таблицу в очередь. То есть добавляет в марокловую базу строчку. Вот эта таблица попала сюда со статусом 1. Один — это постановка в очередь. Затем по мере появления свободных слотов запускается демон бэкапа. Демон бэкапа написан также на SAS, работает на служебном сервере, но он дергает SSH-обвязку, баш-обвязку на мастере гримплама, которая сама управляет параллельными потоками на всех серверах-сегментах, следит за тем, чтобы все процессы завершились успешно, следит за партициями. Чуть попозже расскажу об этом. Ну, собственно, затем вызывается демон копия, рестор и кип. Кип — это сохранение на SHD конечного бэкапа. Вторая SHD здесь не показана, потому что между ними просто постоянно настроена R-sync репликация. Ничего сложного там нет. Вот. Какие сложности? Ну, вообще сложности, что еще хочу отметить? На каждом этапе бэкапа, переноса, рестора и скидывания конечного бэкапа на хранилу мы реализовали многопоточность. Это было очень правильное решение, потому что, как выяснилось, что управляя числом потоков, мы влияем на нагрузку базы и на задержку репликации между объектами. Также в GP-дампе обнаружилась неприятная очень особенность. Если GP-дамп, процесс, запущенный на мастере, рапортует вам, что он успешно завершился, что он отработал и создал бэкап, не верьте ему. Потому что это не говорит о том, что завершились все процессы дампа на сегментах. И какой-то сегмент еще может продолжать писать свой файлик. Если вы на этом этапе заберете файлик и переложите его на сегмент по обратим контур-приемника, контур-приемник при восстановлении скажет вам, файл завершен некорректно и вообще это не пойми что, и свалится. Можно отвлекающий вопрос? Если мы положим файлик именно по обратиму? Если вы просто его положите, то все просто свалится. Но если вы положите и периминуете, то все отработает. Данные подтянутся в прям план. Но у вас на другом сегменте будут лежать данные от другого сегмента. Все будет перепутано. Тут могу рассказать, но это просто к теме не относится. Но ничего хорошего. Также еще один нюанс. Jpdump просто бэкапит тот объект, который вы ему даете. Если это таблица с партициями, увы, партицию он не увидит. Ему нужно их перечислять все скопом. И партиция, и таблицу. Еще также момент. Перед тем, как восстанавливать таблицу на контуре-приемнике, необходимо ее протранкейтить. Потому что Jpdump, как я говорил, достаточно примитивный. В чем его плюс? Что над ним можно все построить самому. И он просто возьмет и запихнет еще раз туда данные. Поэтому ее нужно транкейтить. И если в этот момент из нее читает пользователь, транкейт может быть не сделан. Тоже пришлось это обходить определенными способами. В общем, такие вот штуки. Вот. Как у нас организовано хранение бэкапов? Потому что тоже такая тема достаточно важная. Их мало хранить. Их еще и нужно удалять каким-то образом. Во-первых, мы определились с тем, что каждый бэкап у нас имеет ID. Это имя объекта и ключ, где ключ представляет собой последовательность из 14 чисел, которые бэкапу присваивает Jpdump. Jpdump это делает для того, чтобы разделять бэкапы, собранные в одной папке разных объектов. Потому что объекты никак не фигурируют в названии файлов для бэкапа. Вот. Мы решили этим воспользоваться. И в итоге каждый бэкап у нас характеризуется ключом и именем таблицы. На SHD мы храним бэкапы за сегодня, вчера, крайний за неделю и крайний за месяц. Итого 4 копии. Мы храним 4 копии хранилища, по сути. Каждый день в определенное время запускается процесс, который шерстит по обеим SHD и составляет список актуальных бэкапов. То есть мы имеем некую ксвшку, в которой перечислены все существующие бэкапы. На эту ксвшку натравлена внешняя таблица, о чем говорил Дмитрий тоже, которая, по сути, вы в гримпламе сможете обращаться к этой таблице, как к обычной табличке. И на этой же таблице настроены вьюхи, каждый из которых перечисляет бэкапы за вчера, за сегодня, за прошлый месяц. Соответственно, все, что этим вьюхам не соответствует, и все, что не попало в эти вьюхи, мы удаляем. Что это дает? Это дает достаточно гибкое управление политикой хранения бэкапов. То есть кончается место, окей, мы выпиливаем одну из вьюх, из собирающей общей вьюхи, и не храним бэкапы за месяц. В этот же день процесс, который сканирует бэкапы, после, не сказал еще, после завершения сканирования, он построчно читает данные из этой вьюхи и удаляет те бэкапы, которые у нее попали, которые нам не нужны. Соответственно, если нам нужно удалить четверть бэкапов за месяц, потому что кончается место, или еще какие-то причины, мы просто выпиливаем вьюху. Точно так же мы можем добавлять какие-то определенные бэкапы, чтобы конкретно этот бэкап оставался нетронутым на исходе еще минимум неделю, например. Тоже, мне кажется, неплохое наше решение. Это что мы получили в конечном счете уже сейчас. Это архитектура, такое краткое хранилище. После появления disaster recovery и еще нескольких продуктов. Вот. У нас есть источники. Сверху перечислены источники не Oracle, а какие-то различные другие базы. MySQL, MS SQL, Excel. Все что угодно. Из них мы данные грузим либо с помощью SAS. В SAS достаточно много адаптеров. Также можем грузить напрямую в Hadoop с помощью Flume. Также можем грузить информатикой. Информатика Data Integration Software, по-моему, называется продукт. Да. Вот. В конечном счете все эти данные оказываются в гримпламе. Затем у нас работает disaster recovery, который апплицирует данные на другой контур, на который смотрят пользователи. Соответственно, сплошными линиями обозначены основные пути передачи данных, прерывистыми, резервные. В случае, если мы теряем контур, мы просто все переключаем на другой контур и работаем на одном контуре вместо двух. Да, это скажется на производительности, но не скажется на предоставлении услуг пользователям. Вот. Ну и внизу также отмечена система репликации, про которую будет следующий доклад. Это наше тоже самописанное решение по репликации, онлайн-репликации данных из Oracle в гримплам. Фактически мы получаем копию таблицы из Oracle в гримпламе с задержкой, ну, в лучшем случае меньше часа онлайн-копия. В худшем, конечно, бывает побольше. Вот. Итого, результаты работы нашего disaster recovery решения. Суточный объем 20 терабайт, около, он зависит достаточно сильно от дня и от прочих факторов. 6,5 тысячи таблиц проходят, всего около 3 миллионов с момента появления решения появилось. Скорость между дата-центрами у нас 3 гигабита, и в пиках мы выбираем ее всю, то есть дальше, если куда-то развиваться, то уже по железу необходимо. Задержка репликации в пике ночью составляет 2 часа. Больше бывает только в случае очень редких сбоев. Также на контуре-приемнике настроены некоторые процессы, которые позволяют сказать различным другим системам о том, что таблица уже переехала на другой контур, и можно начинать из нее читать данные. Это позволяет как бы снизить вот эту задержку между контурами до реальной задержки 2 часа. То есть не нужно ждать, пока гарантированно построится все хранилище. Вот. Что о грузном еще надо сказать? Первую версию, когда мы только запустили, нагрузка на локальные диски увеличилась на 20-25%. Вот если взять базу, если взять клиента одного, например, SAS, SAS работает с Greenplum, выполняет какой-то джоб. Ну, там, набор джобов, лучше так сказать. Набор джобов. Дизастер-рекавери выключен, нагрузка 30%. Дизастер-рекавери включен, нагрузка 50%. Это плата за дизастер-рекавери, за то, что у вас есть второй контур. Однако, если вынести вот те самые… Сейчас. Если вместо вот этого диска использовать еще один локальный диск, специально выделенный под дизастер-рекавери, куда он временно складывает файлы, из которых он их читает при переносе, то в таком случае нагрузка уже снижается до 10-15%. Это уже достаточно приемлемо. Вот. Отставание репликации одной из хд от другой составляет около 4 часов. Ну, бывает больше-меньше. Это не критично, опять-таки. Вот. И с помощью дизастер-рекавери нашего решения мы нашли уже два бага в утилитах Greenplama, GP-Dump и GP-SSH. Я не думаю, что стоит рассказывать о них. Но суть в том, что, в общем, без костыли никуда получилось так, к сожалению. Вот. Что еще о мониторинге сказать? Тоже, как Дима говорил уже, мой коллега, мониторинг у нас построен на граффити. Граффит используется как ядро. Сверху на него смотрят графана. Это очень-очень красивая штука, которую прям всем очень рекомендую. В графане пользователи и все желающие могут строить свои дашборды. Ну, вот, например, есть дашборд наш по именно по дизастер-рекавери, по репликации данных из Greenplama в Greenplama. И также в граффит смотрит еще одна программа, точнее эта программа, это сервис некий, каббет, который умеет на основе данных граффита еще и алертить. То есть, например, какая-то метрика вышла за грань, превысила какое-то значение, отправляем письмо админу. Также, что важно, каббету можно сказать, можно указывать не просто какие-то простые ограничения, из серии метрика A стало больше, чем значение B. Можно указывать очень сложные функции. То есть вы, по сути, пишете запрос на языке граффита, на языке функции граффита, который вам возвращает либо да, либо нет. Если нет, то алертим, если да, то алертим. Поэтому можно возвращаться сколь угодно, например, сравнивать дифференциал одной функции с разностью и интегралом другой функции. То есть в этом плане вы не ограничены. Вот. Ну и здесь, например, у нас указан верхний график. Это количество объектов в статусах. Зелененькое — это объект добавлен в очередь, но еще не забыкаплен. То, о чем я говорил, он есть в ворокловой базе, но еще не забыкаплен. Вот это, там, наверное, не видно. Это дневной интервал с 16.30 до 17.30. Там просто будет потом другой интервал интересней. Снизу в фиолетовом количество ошибок во всех статусах. Ошибки бывают, никуда не денешься, и связь нестабильна между дата-центрами. Правый график — средняя продолжительность этапа по последним десяти объектам. И… А, это также вторая часть. Вот эти два графика, наверное, мало будут интересны. Первое — это отставание от момента попадания в очередь. Второе — это задержка на старте этапа. Больше интересны четыре последних графика. Это количество потоков. То, о чем как раз я говорил. То есть, в принципе, видно, что днем мы укладываемся в 2-3 потока. Ночью это значение возрастает до 5 потоков часто. Потому что ночь — основной пик. И вот как раз здесь его видно. Это значение от нуля часов до нуля часов. То есть, это сутки. Вот. Видно, что вот примерно здесь мы строим хранилище. До девяти утра, до десяти. Затем после построения хранилища еще работают процессы. То, также на сасе, которые также строят какие-то объекты, которые переносятся. Ну, видно, что второй пик, он меньше по объему, поэтому разгребается быстрее. Ну, вот максимально 600 объектов, когда у нас стоит в очереди. Это вот как раз два часа примерно составляет. Вот. Еще что нам позволило… Чего мы добились с помощью дизастера и кавера? Фактически у нас четыре контура, как Дмитрий говорил. Два продуктовых в двух дата-центрах. И также девелоперские тестовые, чуть другая конфигурация. Дизастера и кавера позволила нам наладить процессы синхронизации деф и тест-сред с продуктовыми. Причем здесь важно сказать, что… Вот, например, мы дали разработчикам в руки такой мощный инструмент, как макрос по переносу таблиц. Если разработчик на дэве хочет получить точно свежую таблицу с продуктового контура, он просто пишет имя таблицы, и она с помощью дизастера и кавера переезжает на девелоперский контур. Там, за считанные минуты. Так вот, выяснилось то, что разработчики создают такую нагрузку, что она начинает чувствоваться на продуктовом контуре. Хотя, казалось бы, они пишут эти запросы руками. Поэтому мы добавили буквально одним скриптом решилось то, что теперь разработчики берут данные не с продуктовой системы, а из бэкапов. Да, это задержка на сутки в худшем случае, но зато меньше аффектится с продуктовой системы. В общем, мы получили достаточно гибкий инструмент по синхронизации данных между всеми гримпламами. Некий такой GP-трансфер для бедных. Что мы хотим на будущее сделать в плане дизастера и кавера? Сейчас мы пришли к сознанию того, что нам нужен инкрементальный бэкап, потому что мы гоняем очень много данных, которые не меняются. Это бессмысленно, потому что SAS очень часто не перезаписывает все данные в таблице, а просто добавляет инзертом еще сколько-то строк. И ради этого мы всю таблицу гоним на другой контур. Пока мы думаем, как это сделать, не знаем. В дальнейшем дизастер и кавери превратится в полноценный dual ETL, когда часть SAS-джабов будет работать на одном контуре, часть на другом. При отработке определенного числа SAS-джабов их таблицы будут переноситься на другой контур, и там будет запускаться новая цепочка, которая использует их как входные. Ну, то есть абсолютно свобода в плане выбора конкретного задания и конкретного контура. Ну и также еще дизастер и кавери будет использоваться для автоматизации релизов, в частности для тестирования. То есть, ну, это, я думаю, нет смысла объяснить. Вот такой у нас дизастер и кавери. Спасибо, очень интересный доклад. Вопрос такой. Я компанию VIT представляю. Мы похожие вопросы решаем. Вот вы когда говорите, что у вас основной, то есть контур, через кучу пишущей, поставился задание на то, что надо, допустим, эту таблицу забакапить и дальше всем раздать, вот в данный момент случается дизастер и кавери, ну, авария случилась. Вопрос, как вы трекаете данных, вы показываете, там разные источники, там были еще там Oracle, MSQL, MySQL, куча, то есть разные источники, куда пишут. Вот как вы поймете, что, какие данные нужно донести на оставшиеся? Это, по сути, вы говорите о том, что мы здесь, на этом контуре, таблицу перестроили из этих источников, да, например. Попытались ее перенести сюда. В этот момент случился дизастер и кавери. Она не перенеслась. Вы имеете в виду, что мы ее можем, как мы можем получить? Как-то доиграть вот эти вот данные, вот у вас есть там… По сути, мы просто запускаем это же SaaS-задание, которое здесь отработало, но чья результирующая таблица не успела переехать в другой контур, мы просто запускаем на этом контуре. Источники у них одни и те же, мы реплицируем. А, вот таким образом еще вытрекаете вот эти SaaS-задания вместе вот с этим… Да, конечно, да, да. Потому что в очередь у вас SaaS-задания не закончился, и этот SaaS-задание включает в себя там то-то-то SaaS-задание. Соответственно, если SaaS-задание не прошел, мы говорим, что надо… Ну, все даже проще. У нас просто есть список тех SaaS-заданий, которые отработали. Их каждую ночь запускается порядка двух тысяч, и у нас есть список каждую ночь актуальных, отработавших и не отработавших. Если SaaS-задание не отработало, то мы можем не брать его выходной… Ну, как бы, если мы не знаем, в каком статусе оказалась таблица, перенеслась или нет, мы просто ее перестраиваем из источников. Еще раз запускаем. Повторяем им просто. Да, да, да. То есть еще крашу, что мы два раза, то есть даже… Ну, по сути… А вы пробовали включить в районе хат-логи и через них делать там невозложную репликацию? А тут хороший вопрос. Откуда их брать в районе хат-логи? Каждого сегмента? Это очень, мне кажется, трудоемкая задача будет. Ну, ладно, то есть каждый сегмент, но также под респа на каждом сегменте. Да. С каждого сегмента переносить районе хат-логи на свой сегмент по братьям? Как бы? Ну, можно даже тоже на репликации сделать, чтобы сразу все они заливались на второй репликации? Наверное, это возможно сделать. Единственный вопрос, как именно сделана работающая репликация в гримпламе между праймари и зеркалом, уже которое, да, существует? То есть можно ли туда вклиниться и забирать эти районе хат-логи? Вот, это первый нюанс. И второй нюанс еще, все-таки мы немножко ограничены тем, что как бы это коммерческая система, которая у нас вместе с поддержкой. И достаточно есть, ну, есть некоторые правила, которые нельзя сделать. Некоторые вещи, которые с базой нельзя делать, чтобы поддержка потом хотя бы, чтобы можно было предъявить претензии, скажем так. Да, 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 вот, гарантия точно, хорошего. А можно в Postgres, то есть, нет, но тут тоже, опять-таки, в Postgres, там же как бы он чаще используется для более каких-то онлайн-операций, то есть много инзертов, много апдейтов, да, каких-то единичных строк. А все-таки Greenplum — это более ориентированное хранилище данных, и там часто бывает так, что таблицу перестроил, и она лежит сутки, ее никто не трогает. Ну, по крайней мере, сейчас так, пока все не пришли к онлайн-операциям. Они думали просто зеркалировать кластер через балансеру PgPool, допустим, или, допустим, прозрачную данную? То есть, а, я понял. Тут, как минимум, которую сейчас я сложность вижу, это в том, что данные заливаются не всегда только через мастер. То есть PgPool — это, по сути, что-то вроде шлюза, да, если не ошибаюсь, который можно… Сейчас, секунду. Вот у нас есть… Лучше Надиминой было показать. У нас есть, помимо клиентов наших обычных, SAP и так далее, у нас есть клиенты, которые, например, стоит сервер, и он видит все сервера-сегменты по интерконнекту, и он заливает туда данные напрямую через GPF-DIST, или, кстати, можно там есть еще лазейка, можно заливать просто PgPool-статементами прям напрямую в сегменты. Но это тоже, правда, поддержка не одобряет. Вот. Еще вопросы? А сервертика сейчас денег стоит, да? Да. Ну, конских, не конских, не знаю. Ну, гримплом стоит все-таки. Ну, если не open source. Ну, это, кстати, вот будет следующий доклад, будет про различие open source версии как раз. Да. И коммерческие. У нас коммерческие. Мы без поддержки, к сожалению, не можем, потому что мы… на вопрос, почему не вертика, мы больше ограничены тут SaaS-ом были. У нас изначально хранилище было на SaaS. Вот Сергей меня может поправить, правда? Ну, что, когда мы выбирали гримпланы, тогда вертик, как в России было не решили, тогда мы рассмотрели скорее не киза против гримпланы, чем кирада. То есть сейчас бы выбрали вертику? Сейчас бы сейчас мы на вертику хорошо посмотрели. Ну, оно работает. Вот. Еще вопросы? Ну, наверное, тогда на этом мой доклад окончен. Всем привет. Меня зовут Тимур Хусаинов. Я хочу вам рассказать о том, как гримплан пошел в open source, что из этого получилось. Рассмотрим некоторые кейсы. Есть, как вы знаете, два пути выживания. Это enterprise версия и community. И, кстати, в отличие от кровавого интерпрайса других компаний, Pivotal никак не ограничивал своих юзеров, своих community юзеров в каких-то фичах. Все, что есть в интерпрайсе, практически доступно и в community. Не буду много рассказывать про enterprise версию. Просто подписка за деньги. Вы имеете стабильные релизы, имеете web-based common center, не особо как бы полезная штука. В принципе, если вы новый юзер, пользуйтесь этой штукой, ну, этой версией. Она скачивается без проблем. Пока, да, пока. Ну, пока выйдутся. Ну, ладно, дальше. Community версия, в принципе, не надо никому платить. Но community не предоставляет бинарники. Вам придется самому все собирать. Есть все фишки, даже больше. Сначала все появляется в community версии и только потом уже идет в enterprise. Соответственно, никаких ограничений нет. Такой небольшой неофициальный родмэп собран там по активностям в мейловыми листах, в гитхабе. Что мы ожидаем скоро в community версии? Это стабильные релизы, так как сейчас все коммиты, это просто большой такой апстрим, с которым неудобно работать, его неудобно компилить. В общем, если будете работать с community версией, то столкнетесь. Но скоро эта проблема уже исчезнет. Поддержка Amazon Web Services не очень актуальна, наверное, для России пока, гонять там терабайты за океан. Скоростной сбор статистики, очень скоростной сбор статистики, как бы очень актуально для больших данных, потому что традиционный аналайзер от PASGRES работает долго. Здесь будет статистика мгновенно собираться. Уже есть в community версии появились уже первые коммиты на этот счет. В принципе, люди пишут, что работает круто. Я пока сам еще не попробовал. Поддержка снапшотов BD позволяет сделать вам логические копии BD для тестирования, для выноса там релизов. Поможет, в общем. Пока здесь как бы работы по этому не ведется. Но я видел это где-то в каком-то родмэпе, в чьей-то презентации. Не знаю, насколько это реально. PASGIS, геопространственная поддержка. Все, чем славится PASGRES. Все это будет. А, кстати, есть. Ну и будет улучшаться. Улучшенная система бэкапирования. Что-то там с локами. Сам не знаю, прям точно там не углублялся, но что-то с локами будет. Поддержка JSON, JSON-B. Тоже все, чем славится PASGRES. Все это сейчас появляется. JSON пока свой там с Blackjack'ом таким небольшим. Но с наращиванием версии PASGRES он появится нативный. Можно будет уже какие-то свои новые методологии, хранилища позволит аналитику вывести на новый уровень, по сути. Сейчас основной тренд тоже это наращивание версии PASGRES. Кстати, есть лист, ну, есть, в общем, Excel, где там описаны, какие коммиты из каких версий были уже сделаны. Сейчас, кстати, версия PASGRES'а 8.3 у нас стоит, в отличие, кстати, от интерпрайсной 8.2. Чуть-чуть как бы вперед идем. Ну, типа того. Не, на самом деле там как бы есть коммиты с более таких поздних версий, там как 9.0, там есть что-то. Ну, сейчас как бы основной тренд, сейчас после наращивания до 8.4, там уже пойдет процесс быстрее намного. Я думаю, скоро догоним до 9.5. А, вот сликнут это 2008. Да. В общем, следующая штука это… Начали с 8.2. Начали с… еще… 8.0 вроде. Ага, хорошо. 8.0. Поддержка лобов, блобов, клобов. Все, что превратит ваше хранилище в помойку всякой крене. Все это появляется потихонечку. Скоро будет доступно. Не знаю, насколько как бы актуально, конечно. Но кому-то понадобится. Развитие всеохватывающего CI позволит каждый коммит, регрейсить, будет проверяться все прям на… Ну, какие-то тестики там будут прогоняться. Ну, сейчас это… Сейчас очень большая работа проведена на этот счет. Скоро появится. Развитие GP-орка, как бы это cost-based оптимизатор, без которого пользоваться пасгресом, гримпланом смысла вообще нет. Сейчас он очень активно развивается. Но есть проблема то, что GP-орка это отдельный продукт. Он живет своей жизнью. И при билде проекта вы можете столкнуться с какими-то сложностями, напороться на разности коммитов в GP-орка и в гримплане. Пока код не тестируется на version upgradable, потому что, ну, как бы это самая такая… Это ручная по сути операция. Ну, как бы такие ручные тесты. Они сейчас не проверяются. Но с появлением стабильных релизов, наверное, это уже будет… Ну, это появится. Ну, как вы знаете, как бы апдейт, апгрейт версии базы данных – это самая такая сложная, самая проблемная операция вообще для DBA. Не тестируется интеграция GP-орка с периферии. Пока тоже скоро будет. Большая работа ведется в комьюнити. Надеюсь, скоро появится. Ну, и что вы как бы получите, если вы будете пользоваться комьюнити-версией? Это возможность сборки под платформой AX, Solaris или там, если вы полный псих по дубунту. Возможность вносить изменения независимости. Если вы такая большая крупная компания, вы, в принципе, и у вас нет денег, вы, в принципе, можете себе позорить. Ну, и вся и практически каждого коммита на TravisSite.com вы можете посмотреть вообще, как каждый коммит прошел, как каждый коммит отрегрейсился, как он собрался. И можете как бы уже собирать свой релиз и с ним играться, работать. Пока такое резюме, что пользоваться комьюнити-версией, наверное, достаточно сложно будет для такого новичка. Как бы опенсорс, проект в опенсорсе, но он как бы условно в опенсорсе, потому что не так все просто. В общем, нету стабильных релизов. Это как бы все портит. Но скоро это будет. Ну, а стабильных имеется в виду то, что постоянное обновление идет. Нельзя, например, вот как Greenplan, там сейчас 4-8, там что-то там взять, посмотреть, когда там был последний коммит, собрать его и ездить спокойно. К сожалению, пока так нельзя сделать. Сейчас пока просто такой, знаешь, портянка коммитов просто на гитхабе идет, и собрать вот конкретно какую-то версию, связанную с интерпрайсом, невозможно. Ну, с вами комментарий, да? Сейчас Greenplan вышел в опенсорс в конце прошлого года. То есть прошло всего вот попасть на писью. А Орка в церкви, да? Да. Орка вышла. Ну, смотрите, на самом деле, то, что Тимур сказал, Орка – это новый оптимизатор, который писался для Хоука. Это другой продукт, который мы до этого коллеги не поминали. Где-то в прошлом году мы как раз портируем в Оркан и Greenplan, и сейчас есть два оптимизатора, так называемые Legacy оптимизаторы, которые изначально шоу в Greenplan, и на самом деле 90%, 95% всех инсталляций Greenplan, а их больше тысячи по миру, используют Legacy оптимизатор. И живут с этим прекрасно. Не используйте его. Потому что как бы для BI, там, во-первых, нет подзапросов, как бы для BI… Я расскажу, да, потом братьте. Ну, ладно, тогда не буду. Переврать. Орка – это немного модифицированный оптимизатор, который использует много разных инструментов выбора оптимального плана выполнения, то есть с учетом как раз подзапросов, с учетом сбора статистики по партициям и так далее, и так далее. Ну, я потом так подробно расскажу. Как выжить вообще в этом кошмаре таком пока? Ну, можно попробовать купить неофициальную поддержку для пасгресса, и я не знаю, насколько это реально, но в принципе там такой же пасгресс, и если люди как бы разбираются, то, ну, в пасгрессе, то они разберутся в гримплане. Вкладывайтесь в качество на развитие собственной команды, выращивайте хакеров, которые будут копаться, там, изучать, и в принципе этого будет достаточно. И обязательно фолл-толеранс, ETL, ELT. И скорее всего придется восстанавливаться, скорее всего у вас что-то упадет, и вы на что-то напоритесь. Вот. Без этого здесь как бы не обойтись, потому что, ну, ничего не тестируется как бы, потому что пока этого нет. Ну, и второй кластер обязательно нужно будет иметь для апгрейда версии. Нужно будет какой-то dual ETL делать, без этого просто никак. Можно пользоваться поддержкой сообщества, оно очень активно помогает. На любые вопросы ответят issues на GitHub, если словили какой-то bug pull request, если есть что внести, emailing-листы там. Общие вопросы коллеги всегда там, даже разработчики, PM общаются, как бы никто не посылает, и в принципе очень такие friendly люди. Думаю. А и как бонус, в общем, средства для работы, ну, уже рассматривалось в предыдущих докладах, это Adjanity, ну, самая такая удобная штука, pg-админ, пока вот один, все-таки есть там проблемы какие-то выше, там, ну, в принципе работать можно, но он не очень удобно работает. Squirrel или любой другой GDBC клиент, ну, там сейчас в Squirrel появляются плагины для гримплана, в принципе, уже там можно что-то работать, но не совсем, не всегда удобно пока это делать. Pentaha Data Integrator, лучше свободное ETL решение, позволит вам сделать кластерную ETL, которая будет загружать данные, обрабатывать их в параллели и динамично расширяться прям. Очень крутая штука, но не умеет опускать запросы в базу данных, что очень важно для MPP системы. Ну и конкурент есть Stalin Data Integration, она умеет опускать запросы. Это ELT решение, свободное, open-source, очень такая интересная штука на самом деле. Насчет кластерности и талленда я не знаю, но она умеет делать параллельную загрузку в ноды прям напрямую гримплана. И, конечно, пользуйтесь Zabbix, потому что там сейчас появляются тоже всякие плагины, можете быстро написать свой, ну, не так красиво, как у коллег, конечно, из Тинькова, но в принципе пользоваться можно и как бы не надо заморачиваться там с большим написанием каких-то костылей тоже своих. В принципе все. Спасибо за внимание, коллеги. Подписывайтесь на мой блог, пишите на почту. В общем, здорово вам, большого ДВХ. Спасибо. Коллеги, еще раз всем здравствуйте. Хочу рассказать о том, как мы используем гримплан, как мы реплицируем данные из систем источников в наш гримплан. Вот вы уже сегодня слышали немало таких докладов, поняли, что это за зверь. Конкретно у нас это 24 сервера, 96 сегментов. И если мы, основной вариант правильного использования гримплан, это просто налить в него данные и начинать делать большие аналитические отчеты. То есть он может переварить огромные объемы данных, если более-менее правильно запросы на них писать, высчитывать, агрегировать, распределять, там средники это считать. Это гримплан с этим справляется отлично, на ура. Ну, 96 в нашем случае баз работающих в параллеле, каждая из которых выполняет свою работу. Если все более-менее сбалансировано, стабильные результаты по скорости, они вообще колоссальные получаются. Вот. Но есть такой вариант использования в хранилищах. Это как нужно иметь, нужно иметь, вообще в хранилище данные нужно загружать. И для того, чтобы более-менее снять нагрузку с системы источников, то есть при ETL-процессах, когда мы данные хоть батчево-инкрементально забираем из источников и грузим куда-то в хранилище, мы все равно сами системы, источники нагружаем. Вот. И прямо сейчас немножко расскажу, как вот исторически мы грузили данные из источников к нам в хранилище в гримплан. Ну, вот до 2005 года, 2012, простите, у нас мы прямо читали данные из источников, из ракловых в основном. То есть у нас SAS, как ETL-инструмент, он прямо напрямую коннектился с помощью SAS-акцесс в систему источники, инкрементально брал изменившиеся с момента предыдущей загрузки данные и уже обрабатывал, складывал их в SAS. Тогда, потом уже в гримплан. Чем это плохо? Тем, что при выгрузке данных постоянно, пусть это будет батчо, пусть это раз в сутки, но системы источники, они нагружались довольно-таки так серьезно. Ну, если, например, сбой какой-то в загрузке хранилища происходил, нужно было его устранять, то есть мы повторно запускали выгрузку, повторная нагрузка на источник и так далее. В общем, и было принято решение строить ОДС. Все знаете, наверное, что это копия систем источников хранилища, в хранилище, которые нужны для построения отчетности. И далее мы стали рассматривать способы, как мы это все будем дело загружать в гримплан. На момент, когда мы приняли решение строить ОДС, оперативное хранилище, мы пошли самым простым путем. То есть мы проанализировали существовавшие на тот момент решения, которые могли читать изменившиеся данные. Ну, все знаете, наверное, что CDC — это просто в случае Оракла, это чтение и разбор архивных и редулогов, изменение на лету, захват изменений данных, преобразование их в формат, который понимает приемник, и, ну, соответственно, применение данных в приемник. Вот. Ну, решения такие, как Golden Gate, это самое распространенное сейчас. Вот. И в тот момент, когда мы начинали строить наш ОДС, мы решили выбрать продукт израильской компании, который единственный на тот момент умел работать с гримпланом. Ну, в общем, использовали мы его несколько лет, вот два, три, нам стало с ним не очень хорошо, и мы перешли на ОДС. Вот конкретно про ОДС сейчас расскажу. Вот, раз я расскажу. Ну, это я уже рассказал, соответственно, первый этап, как мы напрямую читаем источников и с помощью ETL-процессов загружали данные в само хранилище. Вот, соответственно, второй этап. Значит, из источников читаются архивные логи, то есть, которые, в принципе, не нагружают саму базу источник. Они складываются напрямую в гримплан ОД, слой хранилища, мы назвали его Online Operational Definition. И, соответственно, дальше уже внутренние, вот если видите, здесь не ETL, а ELT-процессы, которые преобразуют, работают на копии данных источника, и идут в гримплан. Значит, чем это все плохо? Вы представляете, что такое банк, который обслуживает очень много клиентов, и какие объемы там вообще опираться на исходных данных, на источниках происходят. Это колоссальные объемы, а гримплан – это такая база, которая более рассчитана на ОЛТП. Нагрузку не более рассчитана, а вообще рассчитана не на ОЛТП, на АЛАП, конечно. Нагрузку ОЛТП ему, мягко говоря, противопоказано. Вот, соответственно, такое количество операций, вот это вот решение, которое мы впервые начали использовать, оно умело… Каким образом? Значит, система захвата изменения данных по логам из источника. Значит, дальше этот продукт, он схлопывал данные по ключам. То есть, если идет несколько, скажем так, операций по одной сущности, по одному ключу, например, по одной там карте, по одному счету, операции от обновления, они все схлапываются до одной операции, то есть несколько апдейтов по одному ключу, они все схлапываются в один апдейт, и этот апдейт применяется уже на самом системе, на гримплан. Таким образом, мы получаем копию данных, копию данных в гримплане, и уже дальше ее можем использовать как надо. Но в любом случае, если там, например, какие-то коллизии, то есть, например, этот продукт, он предполагал, что в результате вот этого обновления, вот этого строка, вот этой операции апдейт, должно обновиться столько-то строчек, если он видит расхождение, он откатывает вот этот вот бач, который был схлопнутый по табличке, и начинает применять это все row-by-row. Соответственно, каждый апдейт на гримплан, это физически 96 апдейтов в нашем случае в разных базах. И то есть сам по себе он проходит быстро, но вот эта вот инфраструктура, которую нужно поддерживать мастеру, чтобы выполнять вот эти запросы на всех сегментах, это, конечно, очень сильно нагружало систему, очень сильно у нас был сам этот гримплан нагружен, диски вылетали с такой периодичностью, что, можно сказать, у нас постоянно инженеры, которые обслуживают наше железо, практически все время были здесь, постоянно диски меняли, там рейды перестраивались, гримплан у нас немножко ему плохо был, но все-таки перестройка, перестроение, рейд массив — это тоже тяжелая операция. И в тот момент у нас от всего объема операций, который был в гримпламе, от всех количеств транзакций, операций, которые производились 80%, это было именно как раз вот от этого репликатора. Ну и этот продукт, он еще, вы знаете, у нас гримпланов несколько штук, соответственно, чтобы в каждый из этих гримпланов положить, поддерживать копию данных актуальных источников, нужно было вот этот вот поток репликации настраивать несколько раз, но это потому что тот продукт тоже не умел. В общем, мы пришли к тому, что нужно нам что-то с этим делать, нужно как-то нагрузку на гримплам снижать. При этом мы понимали, нас устраивало то, что задержка, латентность между самим гримпламом и источником данных, операционным источником данных, может быть, ну скажем так, до часа, до двух, это вполне себе приемлемо для хранилища данных. Что мы сделали? Мы ввели еще один слой здесь, ОДС, это у нас сейчас ракловая база, и теперь у нас настроена потоковая репликация данных, тех, которые нужны нам для хранилища, из источников в ОДС. Мы собираем данные вот сейчас из 21 или 22 операционных источников и агрегируем это все дело в ОДС. Сейчас мы используем для этого Golden Gate. Таким образом, у нас что мы имеем? Мы имеем ОЛТП-шную базу, в которую Golden Gate, сейчас он 12-й версии, которую он очень хорошо умеет тоже все распараллеливать, и при применении все работает быстро. Даже с учетом наших объемов, загруз в штатных ситуациях, латентность, разница по времени между источниками ОДС, но она практически нулевая. Дальше мы используем собственный свой механизм батчевого переноса данных из ОДС в GreenPlan. Мы его назвали O2G. Соответственно, раз в час мы запускаем, мы читаем получившийся, изменившийся кусок данных уже из самого ОДС, мы получаем батч данных и мы применяем его в GreenPlan. Что у меня? Ну это вот как работает наш ОДС в режиме Data Warehouse, то есть это из многих источников в один ОДС. И вот, соответственно, вот самая интересная штука, это вот как мы делаем вот эту нашу репликацию О2G из Oracle в GreenPlan. Что мы имеем? У нас на каждой табличке, которая есть в ОДС, мы запускаем раз в час выгрузку. Выгрузку мы… В этом проекте у нас есть репозиторий, в котором для каждой таблички, для каждого объекта хранится некий ключ, по которому мы определяем, что вот этот данный вот по моменту вот этого ключа, значение вот этого ключа у нас уже загружено, в GreenPlan есть, он постоянно растет. Соответственно, раз в час мы видим, что вот изменился такой-то набор данных, мы его получаем. Мы его выгрузили в промежуточное хранилище данных в виде CSV-файлов. То есть вот мы их выгрузили. Дальше у нас это хранилище, это вот промежуточное хранилище, хранилка, на которой CSV-шки лежат, она доступна всем сегментам интерконнектов, всем нашим GreenPlan, всем нашим инстансам, которые заинтересованы данной. Соответственно, здесь вот у нас GreenPlan DEV на самом деле сейчас его просто нет, потому что нам не нужны в нем реплики. Соответственно, вот один раз выгрузили из UDS маленькими батчами и применили эти батчи в GreenPlan. Соответственно, как применяются данные в GreenPlan. Вот у нас есть кусок выгруженных данных, которые изменились, плюс у нас есть лог-изменения. Лог-изменения, то есть если на какой-то таблице произошел апдейт какой-то записи, просто данные какие-то обновились, мы имеем, вот в этой выгрузке мы имеем что? Мы имеем новую версию вот этой вот строчки из ODS, плюс мы имеем лог-изменения, KT-таблицу так их называем. Это где хранятся имидж строчки до обновления и после обновления. Соответственно, дальше что мы делаем? Мы берем и по ключам, у каждой таблички для того, чтобы это все работало, должен быть ключ свой уникальный, который является ключом распределения вот у нас в этих репликах. Мы берем и просто вот из копий баз данных вычищаем весь изменившийся объем и вставляем новую версию этого объема, этого куска данных. Соответственно, за одну транзакцию, за одну транзакцию в GreenPlan, мы накатываем часовой кусок изменений. Здесь что получается? В GreenPlan бывает задержка часовая. Это нам приемлемо для нужных хранилищ. Ну и, соответственно, количество операций, которые мы теперь делаем для того, чтобы реплики у нас были актуальны, оно равно трем на таблицу в час. Соответственно, теперь, после того, как мы перешли на этот механизм, процессы репликации у нас по количеству операций они сильно ушли из топа, они где-то внизу находятся. Преимущества вот этого, расскажу, способа. То есть у нас, вы поняли, уже была настроена система репликации, с которой мы жили, которая там ложила, убивала наши все GreenPlan, и мы просто взяли, полностью заменили механизм, механизм репликации данных, и вся наша ETL, все процессы, все отчетности, которые строятся на GreenPlan, на репликах данных, они легли на текущую инфраструктуру, то есть мы просто поменяли механизм. Вот вывод, но он колоссально снизился после того, как мы это перешли. Правда, может быть, немножко увеличилась нагрузка на CPU, потому что часть таблиц, которые реплики, которые мы держим в GreenPlan, они у нас сжатые, часть сжатые по-разному, то есть теперь у нас каждая реплика разделена на две секции, которые секции мы делим по полю дата обновления строки, дата обновления, и, соответственно, те, которые, допустим, были обновлены больше или меньше, чем неделю назад у нас считаются активными данными, они лежат в менее сжатом, но более, скажем так, доступном, более скоростном для чтения виде, и те, которые обновлены позже, они сжаты, меньше места занимают, они считаются архивными. То же самое для КТ-таблиц. КТ-таблиц, это, помните, да, лог-изменения. А КТ-таблицы, так как у них есть свойства, они могут в их разы, в десятки, может даже иногда в сотни раз превышать по объемам сами свои таблицы реплики. То есть, например, если очень, ну, примерно, скажу так, допустим, в банке миллион счетов, на самом деле, конечно, гораздо больше, и на каждый этот счет, на каждом счете в течение дня баланс может меняться неоднократно. То есть, вот, таблица, таблица КТ, она может быть намного больше по объему, чем сама таблица реплика. Ну, вот это здесь. Ну, мультитаргет вы уже видели, наверное, да, с этой, с предыдущей картинки. То есть, из ОДС мы читаем данные всего лишь один раз, и теперь сами уже применяем их, как много, во все гринпламы тоже по одному разу. То есть, один раз прочитал, три раза записал, получаются реплики в трех гринпламах. Вот, теперь мы имеем ОДС в своем распоряжении, это база, в которой при чтении источников Golden Gate позволяет делать такую штуку, что мы можем basic трансформации такие там делать на данных. То есть, мы можем маскировать, скажем, номера карт, вот сейчас вот этим конкретно пользуемся, мы можем, не знаю, там, если какая-то секретная информация по, может, там, по оборотам на счетах или еще что-то, тоже все настраивается. И в ОДС у нас данные лежат уже только те, которые мы можем предоставить для наших аналитиков. То есть, в дополнение к тем данным, которые мы имеем в гринпламе, на котором натравлены наши ETL-процессы, которые там непонятно, что с ними делают, крутят, вертят, как хотят, и проскладывают дальше по хранилищу. Мы имеем еще один, близкий к нашим операционным, источником базу, на которую мы настраиваем уже нашу систему отчетности и онлайн-отчеты имеем. Ну и, соответственно, дальше у нас базой ОДС пользуются еще сервисы. Например, пока только эта шина, потому что это проект банки молодой. Дальнейшие потребители тоже будут. Вот, хотел бы, да, тоже вот на, именно уже на количественных характеристиках вот этого нашей всей системы сохранится. Вот, бывают вот до, ну, здесь объемы у нас, ОДС, сам ОДС, который копию, да, источников 10 терабайт занимает. И при перегрузке в гринплан мы можем позволить себе сжимать его, потому что так как нечасто нам нужно эти таблички обновлять раз в час для гринплана, в принципе, это ничего, ничто. Мы его сжимаем и видим, что почти в 4 раза сжимается объем. То есть 10 терабайт переходит в 2,7. Вот, ну, соответственно, задержка, репликация источника ОДС, а Маракова, она близка к нулю. И вот, вот, количество операций в сутки. Просто вот, ну, представьте себе картину. Полмиллиарда. Полмиллиарда операций мы просто всасываем в гринплан, который, в принципе, предназначен для ОЛАП-нагрузки. Полмиллиарда операций в сутки. Живем. Ну, куда без проблем. Ну, вот эта первая часть, это уже больше GoldenGate-овская. То есть, если, например, обновляется батчевый источник, который одним апдейтом обновил всю таблицу, там несколько миллионов записей GoldenGate, вот эти несколько, один апдейт GoldenGate преобразует в этот вот, в миллион апдейтов на ОДС. В принципе, Oracle это прожевывает, но иногда бывают, иногда бывают отставания самого ОДС. Ну, 15-55, соответственно, иногда тоже здесь никуда без него не пройти. Количество операций на самом ОДС огромное. В этот момент мы, бывает, вычитываем. И иногда, вот у нас вот семь сотен таблиц, семь сотен таблиц, и по 15-55 падают у нас регулярно не больше трех. Все остальные вполне себе работают нормально. Вот если вот вернуться на нашу, вот на эту картинку, соответственно, в 90% данных, 90% объема ОДС, выгружаются сюда каждый батч. Они у нас распределены по источникам, то есть у нас здесь, ну, постоянно мы какие-то части, таблицу ОДСных вычитываем. Выгружается батч за час, не больше минуты. Сейчас, секундочку, можно как-то расскажу. Вот, не больше минуты мы его сюда загружаем, и, соответственно, время на применение, оно тоже как бы небольшое. Единственное, что для того, чтобы найти и удалить, вычистить ворог в гринпламе, кусок данных, который изменился, нужно сделать по табличке FullScan, потому что, ну, мы не используем никаких уникальных финиксов, но раз в час мы себе можем это позволить. Вот, ну, наверное, в принципе, все, что я хотел рассказать. Давайте, вопросы. Да-да-да, здесь насчет лобов мы сейчас реплицируем, вычитываем в CSV-файлы те типы данных, которые можно при выгрузке преобразовать в текст. Кстати, GrimFloir, GoldenGate умеет преобразовывать сразу текст? Ну, здесь вот отсюда-сюда мы пишем, мы не читаем GoldenGate, мы читаем своим механизмом. Это все, да, надо добавить, что это все разработка полностью наша, весь проект, разработка и поддержка, все свое. А еще вопрос, я правильно понял, что вот через вот этот механизм реплицируется таблица и системы источников один в один? Да. То есть как структура на системе источников такая же? Да, да. При этом нужно как бы понимать, что это не один в один, это просто, грубо говоря, реплики таблиц источников, то есть они схожи, схожи по структуре, скажем так, один в один, схожи по данным, скажем так, один в один, но есть некоторые отличия. Например, в системах источников, для того, чтобы они нормально функционировали, там полно индексов. Мы у себя в ОДС держим только первичные ключи и те индексы, которые нам нужны именно для операционной отчетности на самом ОДС. На никакие агрегаты вы ничего не считаете? На ОДС нет, боже упаси, нет. Все в гринпламе, часовая задержка, там что хотите-то делать. Просто в ОДС положили и потом выгрузили все свои. Да, да, то есть в ОДС, оно вот сюда, вот из источников ОДС, оно льется постоянно. Здесь нулевая задержка практически. Льется инкрементом, да, через матфьюхи? Нет, нет, не матфьюхи, здесь работает CDC, Golden Gate, из источников, да. Здесь вот у нас вот есть репозиторий, в котором мы храним значение таблички, скажем так, время таблички, на которые мы уже загрузили отсюда-сюда. И только бачами, кусками фигачим вот раз в час. Соответственно, в гринпламах у нас раз в час актуальные копии источников можно делать близко, скажем так, к операционным отчетностям то, что нужно агрегировать. Сейчас я не понял. То есть мы инкремент выделяем на ОДС? Да, инкремент на ОДС. Инкремент, вот он ОДС, здесь инкремент. Соответственно, вот у нас есть репозиторий, в котором для каждого объекта здесь хранится, мы запоминаем последнее значение, по которое мы выгрузили. Выгрузили инкремент в эти файлики и инкремент раз в час в гринпламе. То есть для, вот скажем так, копия источник, операционный источник, транзакционная система, где там все наши миллионы клиентов постоянно делают транзакции. Имеем мы полную копию этих данных с задержкой в час в гринпламе, в базе, которая ориентирована на all-up нагрузку. Я считаю, что это очень хороший для нас результат. Мы его добились и вполне себе… Так, давайте. А, соответственно, на ODS у вас какая версия Oracle? И сколько вы ее и меморий? В ODS мы и меморий не используем. Версия Oracle 12.12.2, то есть одна из самых крайних. Эту базу мы запускали с нуля, ну, Oracle. И мы решили, наши Oracle DB решили, что будут на нас экспериментировать. Ну, то есть будем проверять стабильность 12.2 Oracle. Ну, по-моему, там только как раз для агрегаций и вот для инкрементов на и меморий может быть. Возможно, мы будем это использовать в будущем, но пока проект молодой, мы его еще не развили. У нас развиваться есть еще куда очень далеко, поэтому, возможно, будем использовать in-memory фичек. Может, в принципе, а вот из других неороковых источников данных выбираете? Из других нет. Пока не умеем. Не то, что не умеем, нам пока нет нужды. Я как раз хочу добавить. У нас метап все-таки больше в сторону опенсорсов. Вот это Golden Gate у нас точно... Да. Вообще, вот этот доклад сталкивает опенсорс Oracle и противовес вот этому предыдущему вопросу такой комментарий. В полгесе здесь 4 появился уже подоконник. То есть, по сути, это некоторая платформа для похожих решений, как Golden Gate. То есть, вы можете строить выгрузку куда угодно. И самое интересное, что очень хороший рассказ про это был в ноябре на Сан-Францисковском этапе компанией пилотов. То есть, вплавали. И я просто сейчас сижу и думаю, на самом деле вы можете взять полгес, 9-5 лучше, взять лошадь колдоконник и грузить все это в винтон. Практически то же самое. Может, это больше придется повозиться руками, конечно. не логи там возрисовывали. Я имею в виду, что это лошадь колдоконник позволяет с нулевой нагрузкой на базу выгружать наружу данные. То есть, нет такого быкапа не все. Просто здесь из-за раковых. Слышите? Из-за раковых возвращаемся обратно к руку, я просто хотел. Переезжаем. Да, основная цель основная цель вот этого доклада была показать, что огромный объем операций мы можем с часовой задержкой держать, хранить, получать в Аллап базе. Если обратно к конгрессу, вопрос по другим источникам. В конгрессе сейчас есть форум Data Wrappers, которые делают вид, что в конгрессе нужно взять внешние источники, ставить в виде какой-то таблицы. Есть даже для органов для экзотических вещей, типа файлики и так далее. И вы можете в одной среде нам селектить все, что угодно. Понятно, CDC-то, как поймать. Я здесь ни в коем случае не рекламирую Oracle. У меня не было такой. У меня просто цель доклада еще раз показать, что в Аллап базе можно иметь с часовым отставанием копию систем операционных источников, которых полмиллиарда операций в сутки. Причем это все сжато в несколько раз, в 4 в нашем случае. Сколько вы это все разрабатываете? Не знаю, не помню. Серега, сколько? Около года. Но это начиная от самого начала и до текущего. А сколько источников у вас проходили? 20 с чем-то. 21-22. Для ОДС все ораковые. А downstream используется? Нет, у нас наши DB позволили нам включать экстракторы прямо на источник. То есть у нас зона ответственности разделена. Мы, как управление хранилищ данных, получаем просто готовый уже трейл-файл. Да, да. Вопрос так признать. А как будете с потерями данных? Допустим, вот транзакция, Golden Gate пишет транзакцию в ОДС, да, допустим, нету апдейта, ну, апдейт и ключи не проходят. Просто нету там строчки. Нет, нет ключа. Да, нету строчки такой. Что, что происходит? Ну, опять же, не знаю, будем ли мы здесь рассказывать про Golden Gate, там есть варианты, да, есть варианты раз этого, разруливания коллизий. Да, конечно. Из ОДС, Гринплановского данные дальше грузятся с какой частотой? То есть, вы положили данные операционные, то есть, на них уже какая-то аналитика строится? здесь как? Здесь есть у нас некоторая псевдо-онлайн отчетность, отчетность, которая может использовать агрегацию данных, и они, соответственно, по запросу от аналитиков, от пользователей нашего хранилища считаются на самих репликах в Гринплане. И дальше еще основной потребитель вот этих реплик, это наши ETL процедуры, которые раз в сутки у нас запускаются и строят уже нашу модель в хранилище. То есть, тут двояко. То есть, основной потребитель, конечно, раз в сутки, это наши регулярные ETL процессы, ну, плюс псевдо-онлайн отчетность. Сколько стоит лицензия? Не знаю. Я технический человек. Дорого. Я не знаю. Ну, здесь репликацию Golden Gate можно использовать и нужно использовать. не только для Oracle ODS, там еще другие у них задачи есть. То есть, она у нас здесь другие задачи еще решает. Я не знаю. Я хранилищ. Меня зовут Александр Ермаков. Немножко двинулся. Я являюсь представителем компании Piltle EMC. по сути, я занимаюсь вопросами как раз использования Greenplum, Hawk, Hadoop и все, что с этим связано. Касаясь сегодняшней тематики, да, я планировал рассказать про roadmap, но у меня получилась немножко такая презентация более широкая. Я расскажу, что было сделано за последний год, да, и куда движется Greenplum и расскажу в общей концепцию, куда все это придет. То есть если говорить про Greenplum, да, то это сейчас на данный момент единственная open-source MPP с UBD, которая по сути представляет собой именно такую true реляционную базу данных, которая поддерживает все стандартные RdVMS операции, включая транзакции, поддерживает не отмечали до этого, потому что Greenplum достаточно хорошо себя чувствует при именно использовании функций, кастом-функции, которые написаны на том же самом PerlePitone и делают это достаточно эффективно. Что касается Greenplum, то в принципе сегодня коллеги много уже озвучивали, но я резюмирую, скажу, что в принципе это сейчас на данный момент достаточно гибкая система, вы можете с ней делать практически все, что вам будет нужно для решения ваших задач, да, мы поддерживаем различные интерфейсы интеграции GDBC, ADBC, имеем как раз много различных инструментов, связанных с анализом данных, я сегодня тоже про это расскажу, это одно из направлений как раз, куда сейчас движется Greenplum, это использование и встроенных аналитических функций модлиба, то есть это еще один open-source проект, в котором Pivotal и EMC являются, так скажем, основными коммитерами, плюс есть еще достаточно большое направление связанное с так называемой интеграцией с внешними источниками, как раз вот у меня доклад, если потом вы будете смотреть презентацию, он называется как раз путь к федеративным данным, если на русский язык это переводить, почему, потому что как раз я расскажу основные нюансы развития интеграции с внешними системами. То есть если глянуть на текущую картину, вот многие спрашивали, почему нет, почему нет, почему нет системы, то сейчас, как я сказал, да, это единственная именно настоящая shared nothing MPPC платформа, которая представляется с открытым кодом. И вот уже не раз сегодня было сказано, что отличие enterprise версии от open source версии, оно практически нулевое, и вот то, что Тимур сегодня озвучил, да, даже те компоненты, которые изначально не предназначены для, были предназначены для open source версии, такие как вот GP-work, оптимизатор и workload manager, они сейчас уже попадают в комьюнити, попадают в исходный код, соответственно, вы его тоже можете использовать. Но Pivotal, он всегда был, в принципе, такой либеральной компанией и никогда не закрывал для своих потребителей, которые сейчас более тысячи по миру инсталляции гримплама в том или ином виде, то есть вы никогда не получите какие-то предупреждения или падения в систему в случае нарушения там каких-то политик, связанных с лицензированием или политик, связанных с неправильным использованием платформы. То есть, да, вот единственный нюанс, если вы внесете какие-то изменения в код, да, и у вас что-то случится, то потом, конечно, вы будете нести ответственность за то, что у вас случилось. То есть ни в коем случае не вендор. Но вы его можете внести, особенно сейчас, с учетом того, что система открыта. Итак, какие были последние изменения, да, если брать вот 2015 год, то, ну, основное то, что как раз сказали, это GP-work. К сожалению, на данный момент это не сильно распространенная компонента платформы, потому что, как я сказал, есть Legacy-оптимизатор, есть новый оптимизатор. То есть он был переписан практически на 90% и переписывался он именно под проект Apache Hawk. Сейчас он называется Apache Hawk, раньше он назывался Puteal Hawk. Смысл был в том, что в процессе эволюции Greenplum, он накопил очень много изменений, связанных с, так скажем, представлением данных, да, то есть как раз было добавлено полиморфное хранение, то, что коллеги говорили, где мы можем разбить таблицу на партиции, для каждой партиции отдельно определить формат хранения построчно, поколоночно, определить компрессию. То есть появилось много, так скажем, экзотических вещей, связанных с хранением данных во внешних системах. То есть мы можем сделать партицию, которая будет храниться не в Greenplum, а которая будет храниться в HDFS, допустим. И в связи с этим возникла необходимость использования нового оптимизатора, который учитывает все эти изменения, все нюансы хранения данных, статистика по этим данным. Плюс то, что как раз одно из направлений, это как раз интеграция с всеми основными дистрибутивами Hadoop на рынке, потому что Greenplum, вот как сейчас уже понятно и видно, и в принципе туда движется тренд вообще по миру и в Европе, потому что у меня был, так скажем, опыт общения с коллегами на Западе. То есть Greenplum сейчас становится только частью инфраструктуры, где он занимает свою нишу, он работает достаточно эффективно, вот как сказали коллеги с All-Up нагрузкой, но появляется, так скажем, задача, которая требует решения на более, так скажем, других окружениях, таких как Hadoop, In-memory платформе и Greenplum, соответственно, к этому уйдет. Он ушел в этом, начиная с конца 2014, весь 2015 год и сейчас 2016 год. И идем далее. Что касается оптимизатора, то как я уже сказал, то есть в принципе он используется сейчас не часто, в связи с тем, что есть определенный нюанс вывода его в продакшн, то есть он до сих пор проходит некую стадию, так скажем, оптимизации, и он, если посмотреть все истории релизов, которые были на данный момент, в каждом релизе вносится достаточно весом изменение в код оптимизатора Orki, который позволяет его использовать более стабильно. Как я сказал, в третьем квартале 2015 года была добавлена функциональность в протокол GPHDFS, опять же коллеги сегодня говорили, протокол, который позволяет вам обращаться к Hadoop, напрямую к Hadoop, то есть каждый сегментный узел гримплама обращается напрямую к той дата ноде, которая содержит блок данных. Соответственно, мы внесли поддержку в формат в парке Avro, плюс появился так называемый connection puller, опять же сегодня было небольшое упоминание, это опять же проблема, так скажем, точнее не проблема, а фича, которая возникла ввиду использования гримплама, не совсем, так скажем, в его правильном русле, потому что многие пытаются на гримплам как раз повесить достаточно такую нестипичную нагрузку с многими тысячами подключений, параллельных подключений и соответственно то решение, которое предлагается, это нативное решение, которое поставляется с подгрессом, оно было немножко кастомизировано унесено в гримплам, оно позволяет создавать так называемые пулы сессии, где мы минимизируем вот эту вот нагрузку на гримплам с большим конкурентным количеством подключений. Опять же, да, вот видите, критерий квартал, опять улучшение орки. Что касается вот как раз внешних партиций, то это сейчас достаточно интересная штука, потому что ранее партиции, они все лежали внутри гримплама, сейчас, как я сказал, партиция может быть внешней, то есть это нужно прежде всего для того, чтобы вы более эффективно управляли своим жизненным циклом данных. Допустим, как коллеги говорили, те горячие данные, которые используются в данный момент, они лежат в партиции, которая построчно организована с низким коэффициентом компрессии, так скажем, теплые данные, они по колоночным, допустим, с RLE-алгоритмом компрессии, а те архивные данные, которые редко используются, они вынесены в ходу, то есть партиция, где данные физически лежат в HDFS. В данном случае, если вы запускаете запрос, допустим, на FullScan данной таблицы, то, конечно, та партиция, которая лежит в HDFS, она полностью будет подниматься в GreenPlan, а после этого вы сможете с ней что-то сделать. Более того, если вы в нее, опять же, кидаете неопределенный запрос, то есть где вы указываете какие-то критерии выборки, то, опять же, данные будут подниматься сначала в GreenPlan, потом разбираться, после этого вы получите только результат ответ. Но вот я дальше расскажу про roadmap, есть определенные, так скажем, подвижки в этом управлении, они достаточно интересны. Вот как раз пример того, как работает GPH-DFS протокол, чтобы было понятно, если смотреть на такую псевдораспределенную систему, где у нас есть два сегмента физических, и на этих физических сегментах есть четыре инстанса Postgres, то есть это четыре базы данных, и для каждой базы данных поднимается отдельный GVM-процесс, который представляет собой подключение к Hadoopу, и каждый из этих GVM-процесс в параллель тянет данные с Hadoop. То есть это касается как external readable таблиц, так и external writable таблиц. То есть если вы делаете запись, вы всегда в HDFS получите то количество файлов, кратное количество сегментов на вашу систему. То есть если у вас, грубо говоря, восемь primary сегмент, вы получите восемь кусков файлов, которые были записаны в параллели в HDFS. То есть это достаточно эффективно работает просто за счет того, что мы распределяем нагрузку. Итак, четвертый квартал. То есть жирным, как вы поняли, выделены такие наиболее значимые, на мой взгляд, события, которые произошли. То есть четвертый квартал это выход в релиз так называемый workload, greenplan workload manager. То есть до этого, до настоящего времени использовалась так называемая, ну так скажем, достаточно примитивная функциональность, связанная с выстраиванием очередей приоритетов в системе, но не было никакого engine, который бы позволял вам в реальном времени с помощью правил управлять потоками запросов на запись, на чтение, а также использование ресурсов. То есть с помощью вот этой штуки, если вот посмотреть, как она работает, да, это как раз пример тех элементов, которые можно использовать. То есть есть, допустим, у нас то действие, которое нам мы должны совершить, допустим, ускорить запрос, throttle query сделать. Есть определенные параметры отслеживания текущего запроса и системы, то есть там и CPU, и память, и дисковая подсистема. Есть возможность отслеживать, по каким пользователям происходит данный мониторинг, да, то есть допустим, для привилегированных пользователей мы можем одни делать действия, для других пользователей другие действия. То есть сейчас это уже в релизе, его можно использовать как основной компонент. Если говорить про его использование, то он по умолчанию включен в Greenplum Common Center, то есть это, так скажем, такая небольшая подвижка к тому, чтобы пользователи начали использовать Greenplum Common Center как один из средств управления кластером, потому что, к сожалению, в основном, как коллеги и многие другие заказчики, они используют именно собственные какие-то средства мониторинга, благо Greenplum он дает возможность это делать. Далее, если двигаемся, как раз мы уже пришли в Новый год, первый квартал 2016 года, здесь такое значимое событие, то, что теперь поддерживается Amazon S3, но для России, да, это не очень актуально, но тем не менее это один из шагов к тому, чтобы построить, так скажем, путь к федеративным данным. Вот как раз если посмотреть, это уже релиз 4.3.8.0, он доступен для скачивания, для апгрейда, как раз появилось много фич, связанных с backup restore, то есть там много исправлений с точки зрения перформанса и с точки зрения использования компонентов, то есть можно проверить, посмотреть, что в вашем случае можно сделать. Может, стоит проапгрейдиться на 4.3.8. 4.3.8. бак. Круто. Ладно, посмотрим, что будет в следующем релизе. И опять же, было добавлено, так скажем, улучшение в интеграцию с хадупом, это хайф парке и поддержка в формате Unicode для Aura. Кстати говоря, вот если вы видите, только сейчас в первом квартале Орка научилась использовать битмап индексы в плане. То есть это говорит о том, что не просто так люди используют legacy оптимизатора. То есть надо быть сейчас пока с ним аккуратно, то есть не для всех задач он подходит эффективно, к сожалению. Окей, и тогда переходим к самому интересному, соответственно, что нас ждет. В основном, вот сейчас первая часть она касается аналитики, то есть то, что сейчас видно уже и понятно, и то, что мы обсуждали с коллегами, возвращаются компоненты, связанные с анализом данных, то есть выходит новый, будет выпущен новый релиз модлиба. То есть, к сожалению, опять же, мало кто его использует, но очень зря, потому что по сути модлиб это им датабейс библиотека, которая позволяет вам прямо непосредственно в гримпламе в коде гримплама вызывать различные аналитические функции, включая различные машин лернинг алгоритмы. И вот мы, у нас есть заказчики, которые раньше сидели на том числе и сасе и так далее enterprise решениях, но впоследствии начали использовать модлиб просто за счет того, что в модлибе мы за несколько минут строили там несколько тысяч моделей линейной регрессии, логистической регрессии, а в сасе мы смогли могли строить только там десятки, то есть поэтому производительность просто, так скажем, значительно увеличивается использованием такого рода подхода. Будет выпущен новый GP-текст, к сожалению, сейчас он, та версия, которая была, она не очень была оптимизирована именно под ту версию гримплама, который использовался без GP-орки, сейчас GP-текст будет работать GP-оркой, будет использоваться новая версия Solar, потому что по сути GP-текст это полнотекстовый поиск, который позволяет вам делать аналитику непосредственно в гримплане на сырых данных, на текстовых данных. Вот появятся новые форматы данных, да, то есть в том числе и геоданные, вот как Тимур сказал и JSON, плюс появится UUID, да, это если вот кто знает, это как раз используется идентификатор для распределенных вычислений, то есть это поможет оптимизировать именно процесс распределенных вычислений в коде. Вот если вы используете, допустим, какие-то структуры, там структуры от языки в функции, внутренних функций гримплана. Плюс, да, вот здесь такая оптимистичная штука, подгресс 9.x имплементация, то есть сейчас действительно к этому все идет, потихоньку накапливаются те изменения, которые должны привести ядро подгресса в 9.x и то есть вот первый вопрос, который был, какая разница, да, есть между подгрессом, гримплам и подгрессом, который есть на рынке в данный момент. Есть, да, таблица, вот то, что Тимур сказал, где это приведено. Просто могу сказать, что на самом деле там каких-то кардинальных отличий сложно найти. Единственное, очень многие путаются в плане триггеров, да, к сожалению, в гримпламе они, так скажем, присутствуют номинально, то есть их нельзя использовать в полной мере. Есть определенные нюансы, связанные с именно самим движком, потому что вот как раз использование ядер, да, в большей степени обусловлено версией подгресса, то есть 8.2. То есть посмотрим, что будет уже следующими релизами гримплама с версии 9. То есть скорее всего, то сейчас идет, так скажем, тенденция к тому, что немножко изменится сам процесс деплоймента платформы, использование как раз схемы развертывания, потому что появляется много разных интересных фич, связанных с мультитредом, да, используем в несколько потоков, потоков, и много разных вещей, связанных как раз с более простой инсталляцией и, так скажем, взаимодействия как раз в primary мир сегментов. это, это, так скажем, long-term план, но вот сейчас, вот если вы посмотрите сюда, да, если вы знаете, есть такая штука сейчас очень модная как платформа, как сервис, да, где те сервисы, которые используются для создания каких-то приложений, они разворачиваются в облаке, и гримплам не исключение, то есть Pivotal это компания, прежде всего, которая сейчас нацелена именно на software девелопментную такую активность, и есть продукт, который называется Spill to Cloud Foundry, где гримплам в перспективе будет являться как одним из сервисов, который вызывается, так скажем, по требованию, и включая количество узлов, памяти, и так далее, и так далее. Плюс, значит, далее, если мы идем по DR-у, да, и бэкапу, то, к сожалению, сейчас мало что-то можно сказать, мне вот коллеги не дали, к сожалению, информацию, хотя она есть, я знаю, по поводу ну, не реал-тайм, так скажем, взаимодействия двух контуров гримплама, потому что уже давным-давно была такая идея сделать Native Disaster Recovery, вот, к сожалению, есть ряд нюансов, которые не позволяют сделать такой вот именно весомый продукт, который бы позволил вам поднимать два кластера, да, но прежде всего это связано с ограничением как раз пресловутой, ну, даже сложно сказать, пресловутой, кап-теоремы, да, когда для такого рода задач, когда нам необходимо два актив сайта использовать, как правило, какие-то сторонние средства, но вот я сейчас как раз дальше расскажу, одна из таких главных фич, которая появится, она, ну, в какой-то мере позволяет сделать достаточно интересную штуку, я про нее тоже расскажу. по security, то на самом деле Greenplum, ну, на данный момент в принципе не является какой-то такой дырявой системой, там, ну, на наш взгляд, да, и, надеюсь, на ваш взгляд тоже уже реализовано много интересных вещей, связанных с безопасностью данных, но тем не менее, как бы, есть потенциал куда расти, и это тоже не, как бы, мы не исключение, мы идем туда. И вот как раз появляется самое интересное, да, вот external data, и вот жирным я выделил прежде всего то, что появится, это интеграция, нативная интеграция Greenplum с in-memory data grid платформы, то есть это будет Pivotal Jamfire или open-source версия Apache Geode, плюс появится так называемый gpdv-to-gpdv external партиции, external таблица, да, где вы можете создать external таблицу на другой контур Greenplum, плюс есть ряд нюансов, так скажем, ряд направлений, которые связаны с созданием pushdown оптимизации в gpdfs, то есть где вы будете не просто направлять какой-то абстрактный запрос в Hadoop на считывание всего полуинформации засасывания в Greenplum, а где будет направляться конкретная задача в Hadoop, выполнение того или иного действия по выборке агрегации и так далее, и вам будет возвращаться уже конкретный результат или агрегация. Вот. Что касается… А, да, еще забыл отметить, да, то, что… Ну, это вот на самом деле уже short-term plan, где будет gpdfs будет поддерживать орг и rc файлы. То есть я хочу просто привести к тому, чтобы вы понимали, да, к чему мы идем и почему возникают вот такие вот вещи. То есть появляется все больше и больше и больше и больше различных платформ и источников, которые, так скажем, более тесно и правильно интегрированы с Grimplum. Вот. И если посмотреть на это в целом, да, то выверсовывается вот такая картина. То есть по сути сейчас очень много проектов, которые идут, они используют Grimplum как так называемый batch layer, да, serving layer, где появляется in-memory платформа. То есть в данном случае это Apache Jot. И первый и второй уровень они все распределенные, то есть они используют распределенные вычисления. Но появляется возможность использовать в данном случае для Jamfire и для Grimplum будет использоваться тот же самый протокол GPF-DIST, который просто, вот я дальше расскажу, использует определенные функциональности in-memory платформы для того, чтобы интегрировать напрямую отдельно сегменты, отдельный узел in-memory платформы для как чтения, так и записи данных. То есть в данном случае, да, ну я думаю, все знакомы с лямбдой. Получается достаточно интересная штука, где тот же самый BI может обращаться и к in-memory части, и к батчевой части, причем без потери каких-то, так скажем, функциональности в плане скорости. То есть если вам нужны данные с батч уровня, вы всегда можете их поднять и вы можете, допустим, те данные, которые в in-memory сейчас не нужны, спустить эффективно на уровень батч обработки. Вот. И как раз вот эта штука, она позволяет сейчас реализовать достаточно интересную вещь, которая связана с Active-Active DR-платформы. То есть на самом деле были прецеденты, которые уже имеют такую конфигурацию DR-среды для гримплама, когда стоит так называемый кэш-уровень на базе Joda, да, или Jamfire. Почему? Потому что in-memory платформа это key value, и она умеет, так скажем, работать на уровне partition tolerance и консистентности. Да, то есть у нас есть два сайта, которые разнесены географически. Данные загружаются, допустим, на один или второй сайт, они реплицируются между собой, причем обеспечивая консистентность данных. Происходит это достаточно быстро за счет того, что данные лежат в памяти, и мы можем обеспечить консистентность их просто штатными средствами memory платформы. После того, как мы поняли, что у нас прошли все операции, связанные с проверкой консистентности, происходит загрузка данных на бач уровень, да, то есть это некий такой work. А вот Joda там поддержит сквейт? К сожалению, нет. То есть это in-memory data grid, которые по сути представляются в key value, где работают все, так скажем, правила типовой key value платформы. Есть SKA? Я сейчас расскажу. Есть, вот, тогда сейчас перейду. Есть так называемая, вот если посмотреть на принцип in-memory, да, то сейчас это выглядит вот так, да, то есть есть некие операции, есть события, ну, это такая достаточно тяжелая тема, я не буду ее все. И здесь появится такая штука, которая называется gpdb access, да, то есть по сути это некий SQL-like интерфейс, потому что до этого, если посмотреть историю развития вот того продукта, который я говорил, да, патч Joda, либо Pivotal Jamfire, то была версия, которая называлась Jamfire XD, которая имела SQL-интерфейс, вот, но сейчас это выделилось в отдельное направление, и здесь будет немного другой смысл, то есть здесь будет работать именно gpdb access компоненты, то есть это по сути внутренние процессы, которые могут транспонировать данные с k-value в некую постройщую структуру, в которую вы можете запрашивать информацию, то есть достаточно простым путем через стандартное включение gpdc, gdbc, dbc-потключение, ну, а в данном случае gdbc. Да, да, совершенно верно. совершенно верно, да. Ну, пока еще рано говорить о быстро, нет, да, это я рассказываю концепцию, куда движется, то есть, по крайней мере, если посмотреть на ту версию, которая была, да, Jamfire XD, то есть там стояла патч Derby, который, ну, намного медленнее, чем Grimplum сам по себе был, и те подходы, которые использовались там, то есть, по сути, некая прослойка, а здесь будут компоненты, которые будут нативно интегрированы, должны быть нативно интегрированы, джиоди, джиоди. То есть, мы сможем это выяснить только после того, как мы хотя бы получим какую-то бету, да, пока это некая такая концептуальная вещь, которая имеет альфа-версии, которая, ну, на данный момент проходит закрытый, тестированный внутри, но это только работает, вот, то есть, по крайней мере, есть надежда, что это вылится во что-то интересное. Вот, если посмотреть как раз, как это работает, да, то и экспорт данных, то есть, если мы создаем, допустим, внешнюю таблицу в Grimplum, который ссылается на in-memory узел, в данном случае, джиода, да, то есть происходит, опять же, та же самая штука, как и в GPRD, FES протоколе, то есть каждый сегмент Grimplum, он обращается к тому в Bucket, который содержит тот кусок данных, который ему нужен. Аналогичная штука и для импорта данных, да, то есть мы создаем в Write и Blackstern таблицу, то есть точно так же сегмент подключается к Bucket in-memory платформы и загружает туда тот кусок данных, который в данном случае здесь будет лежать. Ну, понятно, что там будут дальше подходить разные процедуры шаффла и так далее, и так далее, но это все уже остается, так скажем, за кадром. А pushdown, он куда-нибудь будет? А, pushdown откуда? А? А GPRD куда-нибудь не будет? Ну, пока сложно сказать. То есть, скорее всего, пока, так скажем, непонятно. Сможем такое сделать на базе memory, потому что все-таки здесь немного другая концепция. In-memory платформа, она использует немного другие парадигмы. То есть там есть определенные топологии, которые, допустим, в принципе не предполагают распределенных транзакций. Вот, когда мы не можем сделать транзакцию на одном узле и обеспечить выполнение транзакции на другом узле. То есть там это делается немного другими способами. Здесь все зависит от того, как вы будете, так скажем, выбирать архитектуру решения, как эта архитектура будет ложиться на те задачи, которые предлагается решать такого рода системе. Вот. Ну, то есть я говорю, опять же, это, так скажем, достаточно долгий процесс по взращиванию, созданию такого рода системы, но, по крайней мере, сейчас уже есть такой тренд, и можно посмотреть, и это в open source, и в community, куда движется гримплан. То есть вот если говорить вкратце, то это, так скажем, возможность использовать абсолютно различные системы, опять же, хранение данных, в том числе и хоук, in-memory платформы, облачные какие-то платформы типа Амазона, также и нативные, так скажем, форматы хранения, которые свойственны Hadoopу, и свойственны гримплану. То есть непосредственно, то есть мы можем обращаться к гримплану как к некой внешней таблице. Вот. В общем, все. Я постарался быстро вложиться, потому что времени уже достаточно много. Вот. Если есть какие-то вопросы, да. Буду еще уже точнее. Да. Будущее уже рядом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok